Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова. Я руководитель проекта СИФО Кафе Финтак Стоп, организатора профессиональных онлайн-событий. Друзья, сегодняшний вебинар мы посвятим налоговым вопросам, которые актуальны для компаний сферы ритейла. Вебинар мы этот проводим совместно с нашим партнером аудиторской консалтинговой компанией ProVest Audit. Перед вами выступят лучшие эксперты ProVest Audit Виктория Варламова и Наталья Наталюк. А это означает, что вебинар у нас будет очень насыщенный, практически полезный, и у вас есть прекрасная возможность получить ответы на ваши насущные вопросы. Вопросы ваши ждем в чате прямо под онлайн-трансляцией. Сейчас я вкратце расскажу, как будет проходить наш сегодняшний вебинар. Мы предусмотрели два тематических блока. Сначала с Викторией Варламовой разберем актуальные налоговые вопросы, в частности антикризисные поправки и вопросы, связанные с НДС. А затем про кейсы налогового контроля расскажет Наталья. Ну что ж, друзья, самое время начать. И я хочу передать слово нашему первому спикеру Викторию Варламова, советник налоговой службы второго ранга, руководитель отдела консалтинга, главный эксперт по налогам и бухучету компании ProVest Audit, эксперт про БОНа при уполномоченном по защите прав предпринимателей правительства Москвы. Друзья, я хочу... Спасибо, всем добрый день. Да, Виктория, вам слово, браздник прямого эфира передаю вам. Друзья, напомню, что ждем ваши вопросы в чате прямо под онлайн-трансляцией. Всем полезного мероприятия. Так, и пока Василия не ушла, посмотрите, все ли нормально у меня с презентацией. Всем все видно хорошо. Всем еще раз добрый день. Как сказал Василия, я сегодня расскажу об антикризисных поправках, которые, с моей точки зрения, могут быть интересны ритейлу. И обсудим два также актуальных вопроса. Что у нас с НДС при получении премии от поставщиков? Если эта премия как-то связана с проведением промо-акций, то есть с продажей товаров со скидками, будем говорить, по просьбе производителей. И что необходимо помнить, если мы обнаружили недостачи, при списании недостачи. Вот эти актуальные вопросы мы сегодня и обсудим. Начнем с антикризисных поправок. Что здесь у нас интересного? Антикризисные поправки, как я их называю, были внесены в налоговый кодекс с законом 67 ФЗ 26 марта. И все, что я буду рассказывать, как раз этим законом и внесено в налоговый кодекс. На мой взгляд, самые интересные поправки касаются учета положительных курсовых разниц в налоговом учете с 1 января 2022 года. Эти поправки стали действовать, то есть они вступили в силу задним числом и будут действовать до 2024 года. То есть я предположила, что у компании ритейла могут быть закупки за иностранную валюту, и поэтому это тоже может быть актуально. Итак, что у нас интересного? С этого года положительной датой признания дохода в виде положительных курсовых разниц является день погашения требований и обязательств. Ну, просто чтобы понять суть этих поправок, что это значит, напомню, что по общему правилу мы и в бухгалтерском учете, и в налоговом учете до недавнего времени переоценивали требования и обязательства, выраженные в иностранной валюте или на последний день каждого месяца, если они не погашены, или на дату их исполнения. То есть, по-простому говоря, на дату платежа. И возникающие положительные или отрицательные курсовые разницы признавали в составе вне реализационных доходов или расходов. Я говорю, конечно, аналогии на прибыль сейчас. Вот. И что у нас с этого года? А с этого года у нас получается, что если у нас есть требования и обязательства в иностранной валюте, и мы его переоцениваем на последний день месяца, и видим, что у нас возникла положительная курсовая разница, то мы эту положительную курсовую разницу в доходах не признаем. При этом отрицательные курсовые разницы в 2022 году признаются в налоговом учете по-прежнему. То есть, если на дату переоценки, например, на то же последнее число месяца у нас случилась отрицательная курсовая разница, расходы признаем. Если случилась положительная курсовая разница, доходы не признаем. Ну, давайте поясню на примере, как это, на мой взгляд, должно выглядеть. Ну, что у нас может быть у компании ритейла? Наверное, импорт товаров за иностранную валюту. И давайте себе представим, что, предположим, в декабре мы приобрели товары, у нас долг в иностранной валюте перед иностранным поставщиком, и мы не заплатили. Ну, вот не заплатили пока в декабре за эти товары. Что мы сделали? Мы 31 декабря 2021 года переоценили долг. У нас получилась там положительная или отрицательная курсовая разница. Мы ее признали. 31 января. В январе тоже не заплатили за эти товары. 31 января переоценили долг. И теперь, например, видим, что курс иностранной валюты по сравнению с курсом на 31 декабря упал. То есть мы теперь меньше денег должны нашему иностранцу. Значит, у нас положительная курсовая разница. Но мы вспоминаем изменения, которые вступили задним числом в силу. Расположительная курсовая разница. Дохода, облагаемого налогом на прибыль, нет. То есть мы ничего не делаем, не делали, по идее, на 31 января в налоговом учете. 28 февраля. Феврале, предположим, тоже не заплатили. 28 февраля, на последний день февраля, курс был сумасшедший иностранной валюты. В этом случае, на мой взгляд, раз на 31 января мы ничего, никакую курсовую разницу не признали, то курс на 28 февраля, в моем примере, мы должны сравнить с курсом на 31 декабря 2021 года. То есть наверняка на 28 февраля 2022 года у нас получилось, что курс вырос. То есть наш долг вырос, и у нас получилась, наверное, большая отрицательная курсовая разница. Раз разница отрицательная, значит, на 28 февраля мы ее должны были, в моем примере, признать. То есть расходы признаются. На 31 марта проводим переоценку этого долга, до сих пор не заплатили за товары. На 31 марта, например, курс иностранной валюты по сравнению с 28 февраля снизился. То есть мы уже меньше денег должны иностранцу. Соответственно, у нас положительная курсовая разница, мы ее не признаем. Ну и предположим, 15 апреля мы все-таки заплатили иностранцу за товар. Вот здесь нам уже не важно, положительная или отрицательная курсовая разница у нас получилась. На дату платежа мы признаем любую курсовую разницу. Или в доходах, или в расходах. Ну вот так, на мой взгляд, следует вести учет, обязательства, требования иностранной валюты именно в налоговом учете. На что здесь необходимо обратить внимание? Первое. Вот эти все поправки касаются только налога на прибыль. То есть никакие изменения, никаких изменений в бухгалтерском учете не было. Поэтому у вас по отрицательным, простите, по положительным курсовым разницам бухгалтерский налоговый учет, конечно, будет отличаться. То есть будут временные разницы. Вот. Второе, на что нужно обратить внимание, с 23 года, опять же, до 24, как сказала одна из слушателей вебинара, возвращаются сумовые разницы, да, в кавычках. То есть вот сейчас, в 22 году, мы признаем, мы датой получения дохода в виде положительной курсовой разницы, да, является день платежа. Ну, если по-простому говорить, да, то есть на последний день месяца, если положительная курсовая разница возникает, мы ее не признаем. А с 23 года тоже правило будет действовать и в отношении отрицательных курсовых разниц в налоговом учете. То есть, начиная с 23 года и до 24 включительно, мы будем переоценивать требования и обязательства в иностранной валюте только на дату платежа, как это мы когда-то делали, да, с суммовыми разницами, когда платили в рублях или нам платили в рублях, а обязательства были выражены в иностранной валюте. Вот. Это второй нюанс. И третий тоже важный нюанс. Вот эти новые правила касаются только переоценки требований и обязательств, да, выраженных в иностранной валюте. То есть, они не касаются переоценки самой иностранной валюты, которая у нас на счетах, там, возможно, в кассе, да, наличными. Вот. И они не касаются курсовых разниц от продажи иностранной валюты. Поэтому, если, вот, скажем так, с переоценкой иностранной валюты на счетах, да, от продажи иностранной валюты, ничего в налоговом учете не поменялось. То есть, вот эти новые правила касаются именно переоценки требований и обязательств. Ну, справедливости ради отмечу, что пока никаких внятных разъяснений до сих пор от Минфина не поступало. Газебон делал вот этот акцент, да, вот именно, что обратите внимание, что мы переоцениваем только требования и обязательств, да, а вот по иностранной валюте на счетах все по-старому, но все эксперты однозначно считают, что вот так оно и должно быть. Вот, это что касается иностранной валюты. Также на 22 и 23 года установлены особые правила для контролируемой задолженности в иностранной валюте. Ну, как правило, у компаний ритейла есть иностранные взаимозависимые лица, от которых вы, возможно, могли получить займы или кредиты. И если у вас долговые обязательства по таким займам и кредитам, которые вы получили от взаимозависимых иностранных лиц, возникли до 1 марта 22 года, эти займы, кредиты и долговые обязательства в иностранной валюте, то обратите внимание, на 22-23 года действуют особые правила расчета величины собственного капитала и контролируемой задолженности. Напомню, что если у нас долговые обязательства перед иностранными взаимозависимыми лицами и размер контролируемой задолженности на отчетную дату превышает в 3 раза размер собственного капитала, а для банков и лизинговых компаний в 12,5 раз, то мы проценты по этим долговым обязательствам нормируем. Все, что сверх норматива, считается дивидендами и облагается налогом на прибыль как дивиденды при выплате этих процентов иностранным взаимозависимым лицам. Так вот, как я уже сказала, если у вас обязательства возникли до 1 марта 22 года, то в 22 и в 23 годах мы считаем величину контролируемой задолженности по курсу Центробанка, который не превышает курс иностранной валюты на 1 февраля 22 года, и для величины собственного капитала мы не учитываем курсовые разницы, которые возникли с 1 февраля 22 года. Вот такие особые правила, аналогичные были у нас и в коронакризисный период. Кстати, хочу отметить, что и с этого года увеличился норматив для признания сделок контролируемыми, контролируемыми, если один из участников сделки у нас не резидент. Напомню, что мы должны представлять уведомления о контролируемых сделках, которые у нас были в прошлом году не позднее 20 мая года следующего, затем, в котором у нас были контролируемые сделки по итогам 2021 года, у кого такие сделки были уже давно отчитались. Единственное, что здесь хочу напомнить. Чтобы сделки считались между взаимозависимыми лицами контролируемыми, объем доходов по этим сделкам должен превышать определенный стоимостной порог. Если у нас сделки между двумя резидентами Российской Федерации, то этот порог не изменился и, как в 2021 году, составляет по-прежнему 1 миллиард рублей дохода по итогам года. Этот миллиард рублей, будем говорить, рассчитывается по данным налогового учета, по правилам налогового учета. А если у нас с одной из сторон сделки является взаимозависимый нерезидент, или у нас сделки, как раньше было написано в кодексе товаров, по товарам мировой биржевой торговли, то в 2021 году, чтобы сделки считались контролируемыми, их объем доходов должен был превышать 60 миллионов рублей, а начиная со сделок 2022 года, чтобы сделки между резидентом и взаимозависимым нерезидентом считались контролируемыми, объем доходов должен превышать уже 120 миллионов рублей. То есть такие поправки сгнодатели приняли в связи с ростом курса иностранной валюты, соответственно, да, вот и объем доходов по сделкам в иностранной валюте с нерезидентами тоже увеличился, получается. Вот, но также, мне кажется, очень интересно, и много вопросов задают по изменениям в статью 251, тоже касается изменения, будем говорить, иностранцев, то есть иностранных кредиторов, если можно так сказать. Так вот, с 1 января 2022 года у нас расширили перечень доходов, освобождаемых от налога на прибыль. То есть если нам иностранная компания или иностранный гражданин простит долг по займу или кредиту по договору, заключенному до 1 марта 2022 года, то, соответственно, у нас, как у компании, дохода, облагаемого налогом на прибыль, не будет. Это же правило применяется, если нам иностранцы простят долг по займу и кредиту, который они приобрели до 1 марта 2022 года. То есть я понимаю это так, что у нас мог быть долг, например, перед российской компанией, и иностранная компания купила наш долг по займу и кредиту перед российской компанией, то есть по договору об уступке прав требования. И теперь решила, если нам простить этот долг, то, пожалуйста, дохода, облагаемого налогом на прибыль, у нас быть не должно. Причем, вот ФНС уже ответила на самые популярные вопросы. Многие спрашивали, а вот распространяется ли эта норма на все долги по займу или только на тело займа, то есть распространяется ли эта норма на начисленные проценты. ФНС подтвердила, что да, то есть и сумма займа, и начисленные и неуплаченные проценты, которые нам простили иностранцы, в состав нерезационных доходов не включаются. И также были опасения у тех компаний, которые упрощают контролируемую задолженность перед взаимозависимыми иностранными лицами. То есть, как я вот недавно сказала, если у нас проценты по контролируемой задолженности не учитываются в расходах по 269 статье, то они считаются дивидендами и облагаются при выплате иностранным лицам как дивиденды. Так вот, ФНС подтвердила, что даже если нам прощают и вот эти долги, то есть проценты, которые считались бы при их выплате дивидендами в пользу иностранных компаний, то мы не должны выступать в качестве налоговых агентов по налогу на прибыль. То есть у иностранной компании при прощении нам долгов по займам, в том числе процентов, никаких доходов, облагаемых налогом на прибыль, не возникает. Ну вот, скажем так, со вторым утверждением ФНС я согласна на 100%, потому что действительно никаких выплат в пользу иностранной компании при прощении нам долгов нет, у них нет никакой экономической выгоды. То, что для налога на прибыль могло бы считаться дивидендом, на самом деле дивидендом не является с точки зрения гражданского законодательства. Но здесь хочу обратить все-таки ваше внимание вот на такую вещь. ФНС говорит, что если нам иностранцы по договорам заключенным до 1 марта 2022 года прощают долги по займу, то у нас нет дохода, даже если нам простили и сам займ, и сумму процентов. Вот несмотря на эти радушные как бы разъяснения Федеральной налоговой службы, хочу все-таки выразить определенные свои опасения. Многие помнят, что давно-давно в 251 статье была норма, которая освобождала от налога на прибыль прощение долгов участниками своей компании в целях увеличения чистых активов. И многие участники стали прощать своим компаниям долги по займам, в том числе и проценты. И пошли судебные решения в пользу налоговых органов. То есть приходили налоговые органы и включали в состав доходов прощенные проценты вот по этим займам в целях увеличения чистых активов. Но большинство судов говорил о том, что норма на практике получается не работает, поскольку при прощении долгов даже в целях увеличения чистых активов, да, там активы не увеличиваются чистые. Но это вот сейчас к нашей ситуации никакого отношения не имеет. Но один суд, вот я помню, давно-давно этим вопросом разбиралась, мы сказали, что эта норма не работает, потому что если ее применять, то это ставит в неравное положение тех налогоплательщиков, которые учитывают расходы методом начисления и кассовым методом. То есть если проценты по займу, которые, и вот те проценты, которые вам прощает иностранец, вы учитывали в расходах для целей налога на прибыль, то, на мой взгляд, здесь есть определенные риски того, что налоговый орган скажет, что не признавая сумму прощенных процентов в доходах и пользуясь, на мой взгляд, законно новой нормой, вы получили необоснованную налоговую выгоду. То есть до этого вы учли в расходах по методу начисления те расходы, которых у вас и не оказалось. То есть вот такие риски, на мой взгляд, могут быть. Поэтому я не исключаю, что ФНС потом может одуматься и, приведя судебную практику, сказать, что если вам прощают проценты, которые вы уже учли в расходах, то второй раз, будем говорить, не учет их в составе доходов приведет к тому, что вы, по сути, дважды учтете эти проценты на уменьшение налогооблагаемой прибыли, а этого быть не должно. Но пока замечательные письма ФНС. То есть мое дело предупредить, а письма ФНС замечательные. На всякий случай можете сделать запрос в Минфин лично для своей компании, если у вас такая ситуация. Если вдруг ФНС потом при проверке изменит свою позицию, налоговые органы, то эти личные разъяснения освободят вас от пени и штрафов. Также были внесены изменения в статью 250, которая говорит о том, что любое списание кредиторской задолженности у нас приводит к возникновению вне реализационного дохода за некоторым исключением. И вот в эти исключения как раз включили случаи, когда нам прощают долг по займу иностранца. Если этот договор заключен был до 1 марта 2022 года. На мой взгляд, вот эти уточнения еще раз подтверждают позицию Минфина о том, что если долг по займу или любой другой долг нам прощает участник, даже если доля больше 50%, пусть будем говорить российский участник, чтобы не путаться с долей не менее 50%, то прощение долга должно включаться в состав нереализационных доходов и облагаться налогом на прибыль. Ну, поясню, о чем я сейчас говорю. В налоговом кодексе у нас есть еще норма, которая, это под пункт 11 пункта 1 статьи 251, которая освобождает от налога на прибыль подарки от учредителей, подарки в виде имущества и имущественных прав, если доля участника не менее 50%. Ну, там еще есть определенные нюансы, мы сейчас не об этом. Вот, и Минфин с 21 года стал разъяснять, что если нам прощают долги участники даже с долей не менее 50%, то мы не получаем ни имущества, ни имущественных прав, поэтому норма о подарках учредителей в такой ситуации не работает. Соответственно, если вам прощают долг по займу российский участник или иностранный участник по договорам, заключенным после 1 марта 2022 года, то независимо от его доли у вас возникает вне реализационный доход, облагаемый налогом на прибыль. А если вы не готовы спорить с налоговой, то включайте в состав доходов и сумму упрощенного займа, и сумму упрощенных процентов. А если готовы поспорить, то можете рискнуть и включить в состав нереализационных доходов только сумму упрощенных процентов, если доля участника не менее 50%. Дело в том, что раньше Минфин считал, что когда нам прощают тело займа, все-таки изначально мы получили деньги, имущество для налогов на прибыль, поэтому норма о подарках должна работать, если доля участника не менее 50%. И суды тоже были, ну как бы придерживались такой позиции. Свежие судебные практики, к сожалению, мне обнаружить после разъяснения Минфина не удалось. Что у нас еще интересного? По налогу на прибыль, какие поправки были? В этом году мы можем перейти на уплату авансовых платежей по фактически полученной прибыли в любом месяце года, до конца 2022 года. Но эти поправки актуальны для тех компаний, у кого средние доходы от реализации за квартал превышают 15 миллионов рублей. Именно такие компании, если они отчитываются, ежеквартально обязаны уплачивать ежемесячные авансовые платежи в течение квартала. И на мой взгляд, если следовало этой нормой воспользоваться, то это нужно было сделать еще по итогам марта или апреля. Но и сейчас, если вдруг вы не знали, да, и в принципе есть возможность этой нормой воспользоваться, то есть как бы смысл еще есть. Значит, если вы хотите перейти на уплату авансовых платежей по фактически полученной прибыли по итогам января-июня, да, то есть по итогам шести месяцев, то не позднее 20 июня вам нужно представить уведомление в налоговую инспекцию соответствующее и внести изменения в учетную политику о том, что у вас меняется способ уплаты авансовых платежей. Форма уведомления была еще в 20-м году ФНС разработана. Что нам дает переход на уплату авансовых платежей по фактической прибыли? По сути, мы сейчас, если перейдем вот прям по итогам июня, сможем не платить третий авансовый платеж за второй квартал по сроку 28 июня. То есть если прибыль по итогам второго квартала все-таки прирастет, да, тогда мы заплатим авансовый платеж по итогам шести месяцев, разницу, да, что там нужно будет доплатить по сроку 28 июля. Если прибыль не прирастет, может быть, мы уже видим, что мы по сути по итогам второго квартала в убытках, да, прибыль снижена с начала года по сравнению с первым кварталом, вот, то, соответственно, мы по сроку 28 июля тоже платить ничего не придется. Поэтому, да, резюме. То есть если вдруг вы видите, что прибыль по итогам второго квартала будет значительно меньше, чем прибыль, которая была в первом квартале, тогда, наверное, имеет смысл перейдеть на уплату авансовых платежей по факту по итогам июня, не платив тем самым третий авансовый платеж по сроку 28 июня. Ну и что у нас интересного еще по налогу на добавленную стоимость в связи, вот, я бы так сказала, с кризисными вот этими всякими делами, да. Значит, но с этого года уже по итогам первого квартала налогоплательщики могли возместить НДС в заявительном порядке без банковской гарантии и без поручительств богатых налогоплательщиков. Ну, когда у нас может быть возмещение НДС из бюджета, если вы там сделали большие закупки, например, уплатили НДС на таможне или при ввозе товаров на территорию России, там, из стран Евразийского экономического союза, да, то есть сделать большие закупки, я про ритейл, да, тогда сумма вычетов может превысить сумму начисленного налога и НДС к возмещению. Налог нам могут вернуть по нашему заявлению, по общему правилу это делается после окончания камеральной проверки, но есть и заявительный порядок, то есть ускоренный, когда сначала налоговый возвращает деньги по нашему заявлению, а потом уже разбирается, надо ли было их возвращать, то есть проводит камеральную проверку. До недавнего времени вернуть в заявительном порядке НДС могли только крупные налогоплательщики, уплатившие за последние три года не менее двух миллиардов рублей налогов, или те налогоплательщики, как я уже сказала, за которых поручатся вот эти богатые налогоплательщики, или если вы получите банковскую гарантию, да, за нее тоже нужно платить. Вот, а начиная с первого квартала, ничего этого не нужно, значит, нужно выполнить теоретически два условия. Вы не должны быть в процессе реорганизации или ликвидации, не должны быть в стадии банкротства, я думаю, что у всех это выполняется, и без банковской гарантии, без поручительства, только на основании вашего заявления вам могут возместить НДС в заявительном порядке в пределах той суммы налогов, которые вы заплатили за прошлый год. То есть, если у вас к возмещению, например, 500 тысяч рублей за прошлый год вы заплатили 400 тысяч налогов, значит, вот 400 тысяч могут в заявительном порядке вернуть, а хотите другие 100 тысяч быстро получить, тогда представьте под них банковскую гарантию, да, или ждите окончания камеральной проверки. Вот, но на самом деле не все так просто. Дело в том, что там же, в статье 176.1 оговорено, что в случае, если у налогового органа имеются сведения, указывающие на возможные нарушения наукоплательщикам, да, правил исчисления НДС, в том числе и в прошлых кварталах, то вам могут отказать возмещение НДС в заявительном порядке, да, то есть могут возместить НДС в обычном порядке после камеральной проверки, но в заявительном порядке могут отказать. Причем представители ФНС говорят, что отказать возмещение НДС в заявительном порядке могут и в тех случаях, например, когда в прошлых кварталах у вас были какие-то там, например, проблемные контрагенты, то есть которые по вашим операциям не заплатили НДС или налоговым органам показалось, что эти контрагенты не имели возможности выполнить обязательства по вашему договору. Вот, поэтому теоретически возмещение НДС в заявительном порядке может получить любой добросовестный налогоплательщик. Практически, вот сейчас посмотрим, как это работает. У меня пока такой информации нет, то ли там пропустили, не успели в заявительном порядке получить возмещение НДС, попросить, да, то ли даже не рисковали это делать. То есть получается, чтобы получить возмещение НДС в заявительном порядке, у налогоплательщика должен быть идеальный налоговый учет, идеальные поставщики, да, то есть никаких ошибок в декларации по налогу на добавленную стоимость. Ну и справедливости ради скажу, что, конечно, чтобы пользоваться какими-то льготами, да, там те же там амортизационные премии, применять еще что-то, налогоплательщик должен быть уверен, что все у него хорошо, потому что, конечно, льготы всевозможные, да, привлекают внимание налоговых органов, то есть налоговые органы рассматривают все просто под лупой. И вот как бы в продолжение темы, сейчас вот такой, как это, немножечко отвлечемся, я потом продолжу обсуждать актуальные вопросы налогового ритейла. Вот хотелось бы, чтобы в чате, у вас, я знаю, есть чат, возможно, вы обсудили такой вопрос, вот способны ли, вот с вашей точки зрения, аудит защитить от налоговых рисков, да, и споров, от налоговых претензий и споров. То есть вот если вы проводите аудит, или если вы не проводите аудит, вот теоретически, да, может ли аудит защитить компанию и ее должностных лиц от налоговых претензий и споров? Ну, к сожалению, я не вижу, что там, какие есть комментарии. Мы задавали аналогичный вопрос на наших вебинарах, то есть нам интересно, что вообще слушатели думают об аудите, как об инструменте, будем говорить, минимизации налоговых рисков. Ответы были, да, способен, да, способен при условии наличия расширенной страховки, и кто-то сказал, нет, не способен. Я не вижу, что там, если обсуждают в чате, вот у нас получилась такая статистика, тут немножко мелковато для меня, возьму очки, 36 процентов, да, или 36, нет, не процентов, 36 человек, да, из запрошенных всего, то есть получается, надо бы в процентном соотношении, конечно, сделать нам такую статистику, то есть где-то 50 процентов опрошенных сказали, что да, конечно, аудиторы дают гарантии, выявляют риски и резервы, получается, где-то 25 процентов сказали, что да, может аудит защитить от споров с налоговой при условии расширенной страховки, и 25 процентов где-то так, да, чуть менее, сказали, что нет, аудит только показатели бухгалтерской отчетности проверяют, ну, то есть не способен он защитить от налоговых рисков. Ну, на самом деле, я считаю, что правильного ответа какого-то нет, потому что все ориентируются на свой опыт, кто-то проводил аудит, да, какой аудит вы проводили, в какой компании, да, что было включено в техническое задание. Ну, скажу откровенно, обычный финансовый аудит, он, конечно, полезен, да, это всегда дополнительный контроль, но он действительно не может полностью защитить от налоговых рисков, потому что при обычном классическом финансовом аудите у нас по обычному ТЗ, да, что аудиторы подтверждают? Достоверность бухгалтерской отчетности, аудиторы обязаны заметить только существенные ошибки в бухгалтерском учете, а налоговый учет проверяют постольку, поскольку он может существенно отразиться на бухгалтерском учете. Поэтому обычный финансовый аудит, конечно, не дает гарантии, что у вас не будет налоговых рисков. Но я чуть-чуть расскажу про нашу компанию, как сейчас модно говорить, фишка нашей компании – это проведение системного комплексного аудита с углубленной проверкой налогового учета, страховкой от налоговых претензий и поддержкой наших юристов. То есть мы проводим аудит, это в несколько этапов, без этого страховку ингострах нам не дает, без поэтапного проведения аудита это понятно, потому что ошибки должны быть нейтрализованы, риски должны быть нейтрализованы в течение года, чтобы не привлекать внимание налоговых органов. Мы проверяем, наши аудиторы выявляют не только риски, но и, кстати, переплаты очень часто, нерациональные будем говорить, уплаты налогов. И если наши клиенты следуют рекомендациям, устраняют риски, но налоговая пришла и все равно что-то доначислила, даже если рисков не было, как аудиторам показалось, налоговая пришла и что-то доначислила, то в этом случае мы предоставляем наших налоговых юристов в течение трех лет после окончания проверки. Они представляют интерес налогоплательщиков в налоговых органах и если отбить доначисление не удастся, компания ингостраф компенсирует штрафы и пени. И обычно, когда мы рассказываем, что у нас аудит со страховкой, с расширенными гарантиями, некоторые говорят, ну как бы замечательно это все звучит, ну как бы в теории, в договоре все хорошо звучит. А когда до страхового случая дойдет, то есть знаем, что страховая компания всегда что-то ищет, чтобы это не было страховым случаем. И вот здесь я хочу сказать, мы вынуждены признать, что недавно у нас случился страховой случай. Вот честно вам говорю, случился страховой случай. Ошибка аудитора на уровне первого класса. То есть налоговая база, все там, все, никаких претензий нет. Аудитор не заметили, что у компании есть обособленное подразделение, но налог на прибыль компания платит по месту нахождения головы. То есть по месту нахождения обособленного подразделения налог на прибыль не платили. То есть, ну я не знаю, глаз замылился, просто видимо уже в голову не могло прийти, что в такой крупной компании с большим штатом бухгалтерии. То есть эти элементарные вещи не знают. Ну вот, да, уделили внимание налоговой базе рискам, а, как это, бревна-то в глазу не заметили. Но, как бы то ни было, конечно, то есть пришел новый бухгалтер в эту компанию, говорит, а что-то мы не платим по месту нахождения обособленного подразделения. Тут же нам претензии, мы юристов. Буквально за две недели, благодаря работе юристов и упорству клиентов в том числе, перекинули деньги в рамках межбюджетного зачета там с Подмосковья на московскую налоговую по местонахождению обособленного подразделения. То есть все это быстренько завершилось, будем говорить. И самое главное, для чего я это вам рассказываю, ну, как бы неприглядные такие новости. Самое главное, что компания Инго Страх без судебного решения уже выплатила нашему клиенту 2 миллиона 800 рублей пенни, которые налоговая начислила ему по обособленному подразделению. Вот, поэтому для клиента все завершилось хорошо, потому что у него был системный комплексный аудит со страховкой от налоговых претензий. И мы действительно теперь уверены на 100%, да, что страховка Инго Страх по нашему договору действительно работает. Вот, поэтому если бы мы еще провели опрос, может ли налоговая, может ли аудит защитить от претензий налоговой, то я думаю, что больше уже, особенно наших клиентов, скажем, что да, может. А тот клиент, которому, да, возместила компания Инго Страх, заключил с нами договор, конечно, на следующий год, потому что действительно страховка работает, ну вот, ну с кем не бывает, действительно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но я возвращаюсь к нашему вебинару, к нашей теме, актуальные вопросы налогообложения. И теперь хотелось бы пройтись по письмам Минфина, которые касаются налогообложения премии, которые получают покупатели, я бы так сказала, оптовые покупатели от производителей или поставщиков и особенности учета недостачек. Вот, значит, начну с истории, как ни странно. То есть вот покупатели получают премии от своих поставщиков, давайте будем говорить, за проведение рекламной акции. То есть, по сути, за то, что продают товары, которые поставили поставщики с большой скидкой, да, тем самым стимулируя и свои приобретения у этого поставщика. То есть, чем больше продали дешево, да, то есть, соответственно, если продаем дешево, у нас больше покупают, значит, стимулируем и приобретение, то есть надо еще эти товары закупить. Так вот, в 20-м году, я сейчас пойму, почему я так начала, как бы, письма 20-го года смотреть, Минфин разъяснил, что премии, которые получает покупатель от производителя или поставщика, тут, правда, про автомобили было, на мой взгляд, это применимо к любой ситуации, да, не облагаются налогом на прибыль у покупателя, потому что покупатель услуги не оказывает, со стоимостью реализованных товаров покупать, у покупателя эти премии не связаны. То есть, полученные премии от поставщика, даже если они рассчитываются как суммы, предоставленные покупателям, скидки своим покупателям, да, облагаться НДС не должны. В 21-м году, правда, Минфин написал, что если премии представляют собой суммы компенсации, недополученной продавцом выручки, то такие премии должны облагаться как суммы, связанные с оплатой товаров, работ, услуг. То есть, получили премию в виде компенсации, недополученной выручки, заплатите НДС, да, рассчитав по НДС по обратной ставке. И налогоплательщики думают, да, чем же руководствоваться-то? Вот одно письмо так говорит, это письмо говорит, вот так надо делать. Причем было судебное решение Волговятского, правда, округа, но дошло до Верховного суда, который подтвердил позицию налогового органа, что вот это хорошее письмо Минфина от 20-го года, где он сказал, что премии не облагаются НДС у покупателя, если они, по сути, рассчитываются от суммы, предоставленной покупателем скидки своему покупателю, да, суд, арбитражный суд Волговятского округа сказал, что это письмо не носит нормативного характера. И вот в конкретном деле, которое рассматривали, получилось, что сумма предоставленной премии действительно была равна сумме предоставленной скидки конечному покупателю. Налоговый орган сказал, что это у вас. Часть выручки, то есть часть вам заплатил покупатель, которому вы продали товар со скидкой, а часть как бы вашей выручки вам заплатил ваш поставщик. Поэтому заплатите НДС с этой премией. И, как я же сказала, дошло до Верховного суда. И когда налогоплательщики читали эти разные письма, возникает вопрос, о чем все-таки руководствоваться. И только 25 апреля 2022 года, буквально недавно, ФНС решила выпустить вот такое письмо для руководства налоговых органов и разъяснила, что уважаемые налогоплательщики, налоговые органы руководствуетесь хорошим разъяснением Минфина от 2020 года. То есть суммы полученной премии от поставщика или производителя у покупателя НДС не облагаются. А вот те плохие судебные решения, где суд встал на сторону налоговой и доначислил с премией НДС, эти судебные решения не обязательны для применения сотрудниками налоговых органов, потому что это определение Верховного суда, а не определение судебной коллегии по экономическим спорам. Поэтому позиция судебной коллегии по экономическим спорам в отношении премий у покупателя не изменилась. Премии, полученные покупателем, не являются объектом обложения НДС. И представители ФНС, выступая на вебинарах, говорили о том, что не обращайте внимания на определение Верховного суда, вот это плохое, который сказал, что премии должны облагаться НДС как суммы, связанные с оплатой товаров, работ, услуг. Это мнение конкретного судьи. Но, знаете, хотелось спросить, конечно, это мнение судьи, а с чьей подачи-то он это дело разбирал? Наверное, не налогоплательщик сам на себя в суд материалы собрал. Наверное, налоговые органы, ваши же налоговые органы, в разрез ваших разъяснений, доначисляют налогоплательщикам НДС по полученным премиям. Поэтому вот это письмо с юридической точки зрения, будем говорить, которое доведено по системе, оно и для налогоплательщиков должно иметь нормативный характер. По крайней мере, Верховный суд говорит о том, что такие письма для налогоплательщиков носят нормативный характер, потому что они создают у налогоплательщика убеждение, что именно так, если налогоплательщик будет поступать, то он будет делать правильно в соответствии с налоговым кодексом. Вот поэтому, безусловно, выбор за вами. Замечательное письмо ФНС. Есть премии, полученные покупателем, даже если это, по сути, плата за предоставленные скидки у покупателя облагаться НДС не должна. Но, на мой взгляд, минимизация налоговых рисков все-таки зависит от конкретных формулировок в договоре. Я бы все-таки избегала в договоре формулировок о компенсации предоставленных скидок, то есть предоставляла бы именно премии за приобретение определенного количества товара, которые я должна продать по определенной цене, вот как дилерские договоры. Вот, наверное, такую бы формулировку в договоре, ну, на мой взгляд, такая бы формулировка минимизировала риск того, что мне скажут, что эта премия все-таки часть недополучной выручки. В то же время, если говорить, например, об аналогичных платах, которые предоставляют торговые площадки, то торговые площадки, когда своим клиентам по сути компенсируют сумму предоставленных скидок, то вот здесь учет другой. То есть если торговая площадка говорит, ребята, вы работаете на моей площадке, проводите сейчас рекламную акцию и вот предоставили скидку на 100 рублей, я вам на 100 рублей сделаю скидку на свои услуги, ФНС говорит, замечательно, в этом случае агрегатор выставит счета фактуры на стоимость своих услуг, на стоимость своих услуг вот с учетом предоставленной этой скидки. То есть клиент торговой площадки примет к вычету меньше НДС по услугам агрегатора. Вот, а если такую скидку нельзя предоставить, потому что скидок конечным покупателям дали на сумму большую, чем стоимость услуг агрегатора, то агрегаторы в договорах со своими клиентами пишут, что тогда это плата за услуги по продвижению площадки. И у клиентов такая плата облагается НДС, то есть в обычном порядке клиенты торговой площадки выставляют торговые площадки УПД, счета фактуры, с налогом добавленную стоимость поставки 20% за свои услуги, независимо от того, какие товары они продавали на площадке. То есть здесь идут документы именно на оказанные услуги. Поэтому вот видим, как бы одно и то же, и там, и там, где поставщик, где агрегатор торговой площадки компенсирует, по сути, своим партнерам стоимость предоставленной скидки, по сути, финансирует проведение рекламной акции, да, а налоговые последствия, в зависимости от того, как это все оформлено, разные. Вот поэтому премии, скидки, я думаю, что еще будут здесь и судебные решения. Вот, ну что хотелось бы сказать по недостачам, да, здесь ничего нового не случилось, просто хочу напомнить, что я думаю, что в ритейле недостачи пруд-пруди, да, как говорится, в торговом зале в Ростове имеет место быть, каждый учитывает, как может, эти недостачи, будем говорить, да, между нами. Так вот, для налога на прибыль, чтобы учесть в расходах обнаруженные недостачи, нам нужна, ну, акт инвентаризации, понятно, и документы, подтверждающие причины недостачи, справки у полномоченного органа. Я понимаю, что когда в торговом зале воруют, не будешь каждый день там бегать в МВД, и даже раз в месяц, мне кажется, если проводить инвентаризацию, то мы понимаем, что справки о кражах мы в МВД не получим, мы получим, скорее всего, в лучшем случае справку, а не возбуждение уголовного дела, потому что если у нас украли 10 банок тушенки, то неизвестно, это 10 событий, 10 краж или один, кто-то унес эти 10 банок, да, то есть одна кража или 10 уголовных дел, ну, условно говоря, да, но теоретически Минфин считает, что супермаркеты должны ходить в МВД, писать заявления о кражах, да, получать справки о невозбуждении уголовных дел, и этого теоретически может быть достаточно для того, чтобы вот эти недостачи учитывать в целях налога на прибыль. Ну, я знаю, что многие не учитывают недостачи в целях налога на прибыль, потому что, ну, минимизирует, будем говорить, налоговые риски, этих справок не найдешь, но для налога на добавленную стоимость обязательно минимум, что у нас должно быть, это объяснение материально ответственного лица, куда с его точки зрения делись товары, почему возникла недостача. Многие спрашивают, надо ли восстанавливать индекс, если мы списываем недостачу, даже если мы не учитываем налога, для налога на прибыль. Минфин давно говорит, что не нужно восстанавливать НДС, но ссылается на постановление 33 Высшего арбитражного суда по налогу на добавленную стоимость и говорит о том, что нужно руководствоваться этим постановлением, а оно может быть хуже, чем восстановление НДС, да, с того, что мы приобрели. Пленума сказал, что если у нас недостача, то есть товары выбывают по независимым от нас причинам, по причинам небоя, кражи и тому подобное, мы должны зафиксировать сам факт выбытия, то есть акт инвентаризации, да, и причину выбытия, что эти товары выбыли по причинам от нас независим, да, не в пользу третьих лиц, будем говорить так. Вот, и если мы не зафиксировали причину выбытия, то это считается безвозмездной реализацией, налоговые органы будут право, если бы начислят нам НДС, исходя из рыночных цен, как при безвозмездной реализации. Поэтому, если вы даже по налогу на прибыль не учитываете недостачу, возьмите объяснение материально ответственного лица, куда с его точки зрения делись товары, да. Давайте напишем, что товары пропали, потому что в торговом зале нет контроля, да, стопроцентного над сохранностью этими товарами. Материально ответственное лицо не может стоять и каждую банку охранять, да, поэтому товары пропали, да, то есть украдены там неустановленными лицами, по крайней мере, объяснение будет материально ответственного лица, выяснили причины, да, вот случились кражи. Вот, то есть не в пользу третьих лиц, по добровольному их передали. Были, было и определение Верховного Суда на эту тему, как раз супермаркет, туда начислил НДС и налог на прибыль, но в данном судебном деле супермаркет вот прям в приказе даже написал, не разбираться в причинах недостачи, не обращаться в МВД, да, за справками. Ну, не хотите, как хотите, сказал налоговый, вот вам НДС с безвозмездной реализацией, да, и доначислил налог на добавленную стоимость. Вот, ну и таких судебных решений, кстати, немало. В принципе, все, что я хотела рассказать в своей части, я рассказала, но также я хочу вас пригласить на наши мероприятия. Мы проводим круглые столы, мы начали недавно проводить круглые столы в новом формате, когда наши слушатели могут выйти в эфир и задать нам вопросы, что-то уточнить, да, можете даже между собой что-то там обсудить, какие-то горячие вопросы, но самое главное, да, чем отличаются круглые столы от обычных вебинаров, то есть там больше практики, и если говорить, например, о круглых столах, там, например, по бухгалтерскому учету, по налоговому контролю, да, то помимо презентации участники получают, ну, запись, да, это везде, наверное, есть, участники получают в том числе и практические материалы, то есть, например, образцы там возражений в налоговую инспекцию, таблицу в электронном виде о переходе на шестое ФСБУ и так далее, то есть те материалы, которые вы можете использовать практически в своей работе. И сейчас у вас на экранах два ближайших наших круглых стола, которые могли бы интересно быть компанией ритейла, об одном Наталье Наталюк чуть позже расскажет, но самое главное, это у нас платное мероприятие, но для всех друзей финтакс топ, первое участие в круглом столе бесплатно, то есть вы можете записаться на те круглые столы, которые сейчас у вас на экране, можете зайти на наш сайт в разделе мероприятия, выбрать круглые столы, какой вам понравится, записаться там, не пугайтесь, платно, но вам перезвонит менеджер, и вы скажете заветное слово, да, я был на вебинаре финтакс топ, поэтому у меня первое участие бесплатно, и вы посетите этот круглый стол, да, первый, если у нас еще не были, бесплатно, вот, а также узнавать обо всех наших мероприятиях, о круглых столах, бесплатных, платных, да, и вообще узнавать новости вы можете в нашем телеграм-канале, подписывайтесь, да, и будьте в курсе всех событий, тоже можно перейти по QR-коду, и у вас потом будет презентация, с которой тоже можно будет перейти, и если вы вдруг задумываетесь о проведении аудита, а сейчас у нас, я бы сказала, даже очередь на первый этап аудита, по СБУ все хотят проверить, правильно, начали применять или нет, то буквально за одну минуту, перейдя по QR-коду, вы можете, поставив 4 галочки, узнать приблизительную стоимость аудита в нашей компании. Вот, все, что я хотела, я рассказала, теперь смотрю, есть ли вопросы, вопросы есть, так, сейчас давайте ответим на вопросы, так, Екатерина, если договор займа с иностранной компанией заключили в 21 году и за должность простили, то налогом не облагаем, верно? Екатерина, если договор займа с иностранной компанией вы заключили в 21 году и простили в 22 году вам этот займ, то налогом на прибыль не облагайте, а если вдруг вам этот займ простили в 21 году, то тогда такой нормы не было, да, то есть если вам простили долг по займу, иностранная компания именно в 22 году по договору, который вы заключили в 21, норма работает. Причина прощения долга не важна, спрашивает Антон, никаких условий о прощении долга в налоговом кодексе 251 статьи нет, то есть неважно по какой причине иностранная компания или иностранное лицо прощает вам долг по предоставленному займу, если этот договор займа был заключен до 1 марта 22 года, то есть причина не важна. Вы, видимо, Антон, да, вот я стала рассказывать в целях увеличения чистых активов, здесь неважно, вот, но мне кажется, это может быть важно для иностранцев, если это взаимозависимые иностранцы, то все равно лучше, да, все-таки указывать причину, ну, просто вот, скажем так, для хозяйственной деятельности в целях материальной помощи своей компании, да, или там в целях все равно, что долг безнадежный, не получат они возврата долга, ну, то есть можно указать причину, я бы все-таки причину указала, но для налога на прибыль формально это не требуется. Юлия, если долг в валюте, а курс на, ой, так, сейчас, секундочку, если долг в валюте, а курс на конец периода, почему-то у меня все съезжает, что же такое, сейчас я раскрою, вот, так, а курс на конец периода выше курса на 1 февраля, то для расчета берем тот курс, что был 1 февраля, значит, Юлия, я думаю, что, видимо, так, а курс на конец периода выше курса, ага, значит, Юлия, видимо, ваш вопрос уже касается контролируемой задолженности, когда вы считаете размер долга, да, величину собственного капитала для того, чтобы рассчитать норматив по проценту, то есть это уже не обращение долга, это вы считаете величину контролируемой задолженности, да, если долг в валюте, а курс на конец периода выше курса на 1 февраля, то для расчета берете курс на 1 февраля, все верно, Юлия, но это, опять же, по тем долговым обязательствам, которые возникли до 1 марта, если вдруг вам предположен кредит или займ, взаимозависимый иностранец предоставил уже после 1 марта 2022 года, то вот эти специальные положения для вас не работают. Обратный переход тоже будет возможен в любом месяце к блоку про авансовые платежи. Оксана, значит, обратный переход, то есть сейчас вопрос касается, я говорила о том, что вы можете, если отчитываете сейчас ежеквартально по прибыли, перейти на уплату авансовых платежей по фактически полученной прибыли, правда, здесь есть неудобства для бухгалтера, придется отчитываться по налогу на прибыль ежемесячно, но обратно вы сможете перейти, но не в течение года, к сожалению, а с 1 января 2023 года, то есть только начиная со следующего налогового периода. То есть если вы сейчас перейдете на уплату авансовых платежей, по факту до конца года вам придется так отчитываться, именно так исчислять авансовые платежи, а сменить вы их можете только с 2023 года. Так, за какой период смотрят наличие возможных нарушений при заявлении о возмещении? Роман, к сожалению, налоговый кодекс не уточняет, за какой период смотрят наличие нарушений, чтобы отказать возмещение НДС в заявительном порядке. То есть это вот такая, скажем так, усмотрение налогового органа. То есть вот я считаю, что это какое-то, ну как сказать, какое-то оценочное обязательство, по сути, да? То есть, простите, оценочное суждение, да? Когда, по сути, налоговый инспектор говорит, что-то вот это подозрительное. У них вот в прошлом году там были какие-то подозрительные клиенты, да, давайте откажем о возмещении НДС в заявительном порядке, пусть тут окончание камеральной проверки. То есть здесь есть, как это, ну не то, что для злоупотреблений, да, а для торможения, будем говорить, возмещения денег из бюджета. Вот, но опять же, вы понимаете, что на самом деле вот эти все поправки в налоговый кодекс, они вносились в ускоренном порядке, и, конечно, вот не все учтено, да, вот как сделали, так сделали. Поэтому вот никаких ограничений за возможное нарушение нет. Так, Лариса спрашивает, то есть защитит, не защитит аудит, зависит от того, что входит в договор аудита. Совершенно верно, Лариса, по большому счету это так. И вот я тут, кстати, мы писали статью с Натальей по поводу вот страховки на аудит и всех вот этих дел. На самом деле аудиторские компании вообще не обязаны страховать свою ответственность. Вот, то есть если вдруг что-то аудита, услуги аудиторские оказаны некачественно, да, вы можете получить там что-то, убытки, если докажут, что у вас убытки случились из компенсационного фонда. Вот, и даже многие компании, которые страхуют свою ответственность, страхуют это в пределах стоимости аудита. То есть если вы за аудит заплатили 200 тысяч, условно говоря, и оказалось, что, ну, некачественно, да, что-то там провели, да, аудит, максимум, что вы сможете получить, то есть вам там налоговый доначислил, условно говоря, на 6 миллионов, а максимум возмещения убытков, которые вы сможете получить по страховке такой, 200 тысяч, то есть вернут вам стоимость некачественного аудита. Вот, но на самом деле это уже, ну, как бы ответственность, да, расширенная, а глубина аудита, конечно, зависит от того, что у вас в ТЗ. Еще раз подчеркну, обычный финансовый аудит, да, он смотрит существенные ошибки, существенные, как один руководитель сказал, ну, то есть получается, что у меня там, например, миллион для моей компании, это не существенная ошибка, если у меня со склада там пропало товар на 1 миллион рублей, то для бухгалтерской отчетности это ерунда. В некоторых случаях это действительно так может быть, да, если там миллиардные обороты, то пропажа одного миллиона, да, там бананов со склада, это ерунда может быть, вот, то есть аудитор может не заметить. Поэтому там в нашей компании вы будете проводить аудит, да, или там уже там, предположим, со своей аудиторской компанией, смотрите, что у вас в ТЗ. Если вы подлежите обязательному аудиту, то лучше провести аудит, конечно, с максимальной пользой, чтобы и налоговый учет посмотрели, потому что для бухгалтеров, конечно, прежде всего, на мой взгляд, все-таки налоговый учет, потому что за налоговый учет и руководитель спрашивает, и налоговая все время шлет какие-то требования, вот, поэтому, да, смотрите в ТЗ, то есть обычный финансовый аудит, да, отчетность ваша достоверна, бухгалтерская, все, да, и сможете что-то там заскать, если вот эта вдруг отчетность окажется недостоверной, нанесет ущерб пользователям вашей отчетности, даже не вашей компании. Вот, поэтому с максимальной пользой надо проводить, конечно, аудит. Ольга, от чего зависит сумма страховки? Всем ли клиентам даете страховку такую? Она зависит, конечно, от договора, и вы прекрасно понимаете, чем больше сумма страхования, тем, конечно, дороже стоимость аудита, потому что мы тоже платим, да, страховые премии и на госстраху. Вот, то есть максимальный размер страхования у нас 30 миллионов рублей, насколько я помню, минимальный именно при проведении системно-комплексного аудита, это 5 миллионов рублей. В среднем клиенты выбирают 15 миллионов рублей. Вот, поэтому, конечно, то есть от объема страхования, то есть от страховой выплаты зависит и цена аудита в том числе. Вот, кстати, нам задают, да, вот вопрос тут менеджеры тоже, говорят, то есть у нас одна цена аудита, у конкурентов другая цена аудита, и клиент говорит, и тут страховка, и у вас страховка, в чем разница? Давайте почитаем условия, да, при каких условиях выплачивается страховка, то есть действительно вы получите ее или не получите. Скажу честно, у меня лично были сомнения в каком плане, да, то есть у нас условия страхования, вот юристы проверяли, то есть реально, да, когда клиент может получить выплаты. Ну, сами понимаете, да, вот как это, даже когда машину страхуешь, потом какие-то подводные камни могут вылезти, что-то там, да. Ну, страховые компании тоже, да, минимизируют свои риски. Хотя вот по ингостраху ничего не могу сказать. У меня и КАСКО было, и ОСАГО, и были страховые случаи. Как они говорят в рекламе, ингострах платят всегда. Именно поэтому с ними договор был заключен. И вот как сейчас видим, действительно, то есть никаких проблем вообще не возникло. То есть без суда все признали, все заплатили. Так, Виктория, а если условия предоставления бонуса, как вы рекомендовали, будут отражены в доп. соглашении, то будет достаточно? На мой взгляд, да. Почему? Доп. соглашение – это тоже изменение в договор. То есть иногда у нас заключаются типовые договоры, а потом к ним там 120 доп. соглашений, которые уже детализируют условия, да, и предоставление бонусов и так далее. Опять же, вот не знаю, как зовут, кто спросил про бонусы. Опять же, бонусы бонусом рознь. Вот если у вас премии покупателю именно за то, что он приобрел определенный объем, выбрал там какую-то выборку, да, или на определенную сумму купил там в течение года, месяца, квартала, вообще никаких проблем быть не должно. Вот сейчас мы обсуждали те, ну, как бы, что спорные вопросы возникают, когда клиентам предоставляют, то есть покупателям дают премию именно, ну, по сути, да, за то, что они продали товар со скидкой. И вот эта премия компенсирует скидку. Если у вас иные условия предоставления премии, то здесь риски, да, будут, ну, будем говорить, значительно ниже стремиться к нулю. Так, НДС с премией. Уточните, пожалуйста, в случае, когда дилеру мы выплачиваем премию за объем и фактически покрываем его скидку покупателю. Вот, Игорь, к сожалению, не знаю, что уточнить, да. Да, значит, вы платите, выплачиваете премию за объем, за объем. Вот, на мой взгляд, Игорь, если вы выплачиваете премию дилеру за объем, да, вот прямо у вас написано за объем приобретенного, да, приобрел у вас 100 тонн картошки, ну, условно говоря, да, или там 100 автомобилей, да, вот получит такую-то премию. И если эта премия рассчитывается в том числе от суммы предоставленной скидки, то, как говорит Минфин и ФНС, ничего страшного, да. Но, на мой взгляд, должно быть именно, что это премия и за объем приобретенного, а не за то, что он проводит рекламную акцию и так далее. То есть, вот, мне кажется, здесь нужно обязательно договоры, но я не думаю, что вы без юристов это делаете. То есть, здесь, конечно, юристы должны думать именно с точки зрения налогообложения, да, о налоговых последствиях. Потому что иногда бывает, юристы составили договор с точки зрения ГК, все замечательно. Сколько премии предоставите, то есть, сколько скидки предоставите покупателю, столько мы вам премии и дадим. Замечательно с точки зрения ГК. Но с точки зрения налогов у меня, вот если я так, да, у меня есть риски, что мне даны отчислят НДС, несмотря на замечательные письма ФНС. А если я напишу, что премия все-таки за объем приобретенного у меня товара, то у моего покупателя, да, в общем-то, здесь рисков будет значительно меньше. С другой стороны, вот вам, скажем так, если вы самому поставщику, ну, извините за рожение, фиолетово, да, как эта премия будет облагаться у его покупателя. Потому что эта премия у поставщика учитывается в расходах, и даже если покупателю налоговой, скажем, заплати НДС, как суммы, связанные с оплатой товаров в работу услуг по статье 162, то с этой премии покупатель, если посчитает, что эта премия связана с оплатой товаров, сам себе выставит счет фактуру в одном экземпляре, да, со ставкой НДС 20 на 120 или 10 на 110, в зависимости от того, с какими товарами эта премия как бы связана, да, то есть поставщик этот счет фактуру не получит, а даже если получит, он не сможет принять к вычету, судебное решение говорит о том, что это не тот счет фактура, да, то есть вот когда суммы связаны с оплатой товаров, счета фактура вставляется в одном экземпляре для себя, для того, кто считает, что это нужно обложить. Вот, поэтому еще раз, да, резюме и заканчиваю, так я превысила лимит, да, Игорь, если читаем замечательное письмо ФНС, то премия, если вы дилер, получили премию за объем, то НДС у вас быть не должно. Но, как я уже сказала, риски, будем говорить, переквалификации, этой премии в суммы, связанные с оплатой недополучной вами выручки, определенно есть, и они будут зависеть от конкретных формулировок вашего договора. Вот, ну, вроде все, все, что хотела, рассказала. Я прошу прощения, что задержалась, ну, вот, как-то и вопросы были много, и я смотрю, заинтересовала вопрос, да, что вообще дает аудит, потому что я хочу сказать, извините, я все-таки вот продолжу. Когда сама работала в налоговой инспекции, вот только это все начиналось, да, и некоторые компании там подлежали аудиту, приходишь на проверку, говорит, а у нас аудиторская проверка была. Я думаю, ну, значит, ничего не доначислишь. С удивлением смотришь, да, что-то там просмотрели. И компания была в полной уверенности, что раз их аудиторы проверяли, значит, вот все замечательно. Конечно, у таких компаний намного лучше, да, ну, учет, чем у тех компаний, которые вообще не проводят аудит, но вы должны понимать, что финансовый аудит, там и выборка другая, да, и первичные документы меньше смотрят при обычном классическом финансовом аудите, чем по аудиту, по специальному техзаданию, когда вы хотите, вот что хотите, то вам и аудиторы и посмотрят. Напишите это в техзадании, да, налоговый учет проверить. Все, я все, да, передаю слово, спасибо Василя, передаю слово, да, другому спикеру. Удаляйте, Юлия, спасибо. Спасибо, Юлия. Спасибо огромное. На самом деле мы вас можем слушать, мне кажется, бесконечно, тем более, что темы действительно злободневные и горячие. Друзья, я еще хочу отметить, что сейчас в чате мы поделимся с вами ссылкой, кстати, вот по стоимости аудита, можно узнать буквально за 5 минут, будет там форма расчета, поэтому вы сможете оценить те расходы, которые будут сопровождать аудит и, в принципе, с возможными рисками в случае, если такой аудит не проводить, потому что вот мы сейчас, следующая наша тема как раз касается налогового контроля, и с Натальей Наталюк мы разберемся, на что сейчас обращают внимание налоговые органы, как понять, что вы в зоне риска, и как раз будут кейсы, которые покажут, какие как раз финансовые риски вы несете, если не проходите аудит. Итак, друзья, Наталья Наталюк, советник налоговой службы РФ 2 ранга, заместитель руководителя отдела консалтинга, ведущий, практикующий юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам компании «Провест Аудит». Наталья, я рада передать вам слово, друзья. Ждем ваши вопросы в чате. Василия, спасибо большое. Ну что ж, продолжим разговор про налоговый контроль, как раз действительно, что касается рисков. Василия, я хочу сразу спросить, видно ли мой экран, все ли хорошо? Да, все отлично. Все отлично, ну замечательно. Что касается налогового контроля и ритейла, здесь, конечно, нужно отметить, что вот эти основные риски, наверное, тренды налогового контроля связаны с вычислением схем по уходу налогообложения. Считается, что ритейл – это как раз история больше по удроблению бизнеса. Это, конечно, история по внедрению технических контрагентов между реальным поставщиком и, соответственно, компанией-покупателем для того, чтобы завысить расходы, завысить соответствующие вычеты по НДС, ну и, конечно же, много историй по переполитикации на практике. Но прежде хочу просто сказать о чем? О том, что общий тренд налогового контроля, он, конечно же, касается и ритейла, то, что налоговые органы пытаются на сегодняшний день выполнять бюджет не только за счет выездных налоговых проверок, но чаще всего за счет работы с налогоплательщиками вне проверок вызовы на так называемый разговор, просят уточнить свои налоговые обязательства, часто разговоры о том, что нужно выровнять, например, налоговую нагрузку уровень заработной платы, отдельная история, но самая серьезная из них – это, конечно же, история, связанная с НДС. Есть ли право на вычеты и возмещение НДС, есть ли вдруг проблемные контрагенты есть в цепочке, я думаю, что, к сожалению, многим пришлось с этим столкнуться, и в 2022 году таких встреч все больше и больше, кроме того, помимо приглашений на такой вот разговор, еще очень много мы с вами требований получаем, требований по поводу уточнить свои налоговые обязательства, требований по поводу представить соответствующие документы и информацию. Вне рамок проверок очень интересный заход налоговой инспекции по применению части 2 статьи 93 Прим.Налогового кодекса, когда речь идет об истребовании документов и информации вне рамок проверок, когда интересует какая-то конкретная сделка либо ряд сделок, а вот здесь налоговые органы злоупотребляя, пытаются получить от нас информацию и документы для того, чтобы проверить нас. То есть не какая-то сделка либо ряд сделок интересует, а именно конкретно наша деятельность. То есть явно чувствуется, что это предпроверочный анализ. Почему все практически выездные налоговые проверки результативны? По цифрам, по официальной статистике ПНС 99, 100% всегда, если придутся выездные, до начисления будут. И суммы растут, с ней напомнится на запор, что вот, например, по Москве порядка 64 миллиона рублей на одну выездную налоговую проверку по организации до первого квартала 2022 года сумма выросла составляет 74 миллиона рублей на одну выездную налоговую проверку. По России там чуть поменьше 70 миллионов рублей. То есть вывод такой, что если придутся выездные, до начисления будут колоссальные, составлять будут десятки миллионов рублей. И нужно понимать, что налоговые риски, эти до начисления, если они будут действительно настолько колоссальные, и сама компания не в состоянии будет погасить эту налоговую задолженность, есть риск еще и персональной ответственности. Чаще всего это и руководитель компании, либо бухгалтер компании, или субсидиарная ответственность. Они выплачивают эти долги налоговые за компанию из своего личного кармана. Не стоит забывать, к сожалению, нам еще и уголовную ответственность за неуплату налогов, потому что 199-е, в частности УК РФ, вот эта статья, она не дает спать спокойно. Если есть соответствующие следы, есть умысел, есть вина, есть соответствующая сумма, а сумма-то их незначительная. Вот я вам назвала 70-74 миллиона рублей на одну изненалоговую проверку, а начиная от 15 миллионов рублей, это уже один из моментов, чтобы передать дело право хранительным органам на факт возбуждения уголовного дела от 15 миллионов рублей за 3 финансового года подряд. Что мы несерьезны по сравнению с теми начислениями, которые мы видим в реальности. Ну, конечно, здесь хочется сказать, хотелось бы для справедливости иметь корректировку по суммам в части уголовного кодекса, но пока это мы с нами не видим. Поэтому перспективно уголовного дела, там доказательства вины и прочее, конечно же, не хотелось, чтобы это коснулось нас с вами как руководителей, как бухгалтеров. Итак, давайте как раз посмотрим, что происходит в реальности и вообще, как немножко перестроилась налоговая служба, что она учитывает в практике. То есть раз, у нас все выездные налоговые проверки неэффективны за счет глубокого предпроверочного анализа. Я думаю, что все прекрасно помните известный приказ ПНС от 30 мая 2007 года еще, где закреплены 12 таких постулатов, критериев для самостоятельной оценки рисков назначения выездной налоговой проверки. Кто-то скажет, это уже старый документ. Старый, это старый, актуальный до сих пор, потому что он внедрен в автоматизированную систему. Очень много информации получает налоговый орган через автоматизированную систему. облегчает жизнь, в том числе и предпроверку. Я вот как раз красным, как говорится, загорается основные такие вот показатели. Убытки сейчас, да, на практике обращаются многие компании, замучили требования, просят пояснить убытки, что делать, как делать. Всегда вас призываю, обязательно на любую требование, на любую бумажку налогового органа обязательно нужно отвечать. На приглашение налогового органа тоже не стоит все-таки игнорировать, надо подготовиться к походу в налоговый орган и готовым во всеоружии отвечать четко и однозначно на все поставленные вопросы и не терять, как говорится, бдительности обязательно, потому что психологически какие-то определенные подходы, они, к сожалению, в практике очень сильно замечены в воздействии на допрашиваем и на того, кого приглашают для дачи, пояснения на разговоры в прочий момент. Так вот, возвращаясь к критериям, вот то, что красно сейчас видите на экране выделено, аналоговая нагрузка, рентабельная заработная плата, да, эти показатели до сих пор интересуют, если не загораются, как говорится, красно, инспектор вынужден провести определенную работу с налогоплательщиком, но сами по себе только вот эти показатели еще не говорят о том, что если я за установленные показатели, какие у нас установленные показатели Налогоплательщиков сравнивают с аналогичными по виду деятельности и по месту регистрации, то есть это среднеотрасливые так называемые показатели. Не основание, чтобы сразу назначать естественную налоговую проверку, нужно более глубоко посмотреть, то есть требуют ли документы, причем не только у повстречки, у других контрагентов, но и у самого налогоплательщика. Законно-незаконно это же другой разговор, но все-таки прощупать, что у него там происходит, посмотреть истории интересные, посмотреть нет ли технических компаний и тогда уже может быть даже пригласить этого налогоплательщика руководителя поговорить в добровольном порядке, понудить его заплатить некую сумму, ну а может быть даже не приглашать или пригласить, ну если он не согласится, где-то назначить еще и комплексную либо тематическую выездную налоговую проверку. Так вот, первый значок, если получаете соответствующее приглашение для дачи показаний пояснения, вернее по отклонению налоговой нагрузки, установленной по заработной плате, извините, пожалуйста, да, и по уровню рентабельности, то здесь, конечно же, нужно обязательно пояснение писать и давать соответствующее разъяснение. Причем, как показывает судебная практика, не пространные какие-то объяснения, а действительно то, что происходит, желательно с положением каких-то документов, которые вы посчитаете необходимыми. Если налоговую органу предложили представить какие-то документы, мы с вами должны оценить, насколько законно обоснованно и есть возможность представить эти документы. В любом случае, отвечать нужно. Но самым опасным, на мой взгляд, является 12-й критерий. Именно в нем кроется больше таких вот подводных камней и мучает налогоплательщик. Это деятельность с высоким налоговым риском. Как раз там скрытые истории подробления бизнеса, по реквалификации сделать, конечно же, связи с техническими контрагентами. Так вот, первый такой вот шаг, с чего нужно начинать уже работу и задумываться, что же происходит в голове инспектора, который мне направляет то или иное требование, обязательно нужно отценивать. Не надо бояться подить на разговор, на вызовы, всегда можно получить пользу. По крайней мере, мы узнаем, что от нас хотят, в чем, якобы, подозревают, и делать соответствующие выводы. Что лучше для бизнеса, что лучше для меня лично, как для руководителя облатора, на данный момент стоит сделать. Где-то, может быть, уточните, в какой-то части, если есть действительно скелеты в шкафах, потому что практика пестрит такими случаями, где как раз, особенно в регионах, вот прям настойчиво говорят, буквально уже меняют вину о том, что ты совершил налоговое правонарушение, подробление, и давай-ка заплатить такую конкретную сумму. Иначе будет выездная налоговая проверка. Кто-то, да, действительно платит, но если есть скелеты в шкафах, можно все взвешивать за и против. А если действительно мы сами благонадежные все-таки налогоплательщики, не могли знать о том, что, допустим, технический контрагент какой-то есть в цепочке между поставщиком и мной, потому что не я его внедрял, не я являюсь выводоприобретателем, в этом случае я все-таки считаю, платить, чтобы отвязались, не стоит. Это не индульгенция, на самом деле, постоянно платить гарантии, просто назначить выездную налоговую проверку, нет. Поэтому, как говорится, что постоянно не доили, здесь, наверное, надо показывать зубы, и показываем мы зубы. Действительно, на практике пишем грамотные письма, приходим, пояснения даем соответствующие. Если налоговый орган чувствует, что действительно очень серьезно настроен налогоплательщик, и действительно их претензии, они все-таки несколько воздушные, то, скорее всего, отстанут. Действительно, отстают, поэтому, конечно же, я призываю. Некоторые говорят, получил требование непонятно какое, в общем, либо не отвечай, либо напиши, вот такой вопрос, такой ответ. На самом деле, надо грамотно и аргументировать, это уже проверено на практике, тогда уже более конструктивная работа выстраивается с налоговым органом, и, как говорится, отстают от налогоплательщиков. Так вот, обратите внимание, то, что касается уровня зарплаты, сейчас вот эта вот история, связанная с конвертной системой выплаты заработной платы, она, конечно же, и следует, по требования направляет. Это чуть-чуть у вас отклонение, мы вот как раз представили соответствующий РВЭТ, но посчитали по, здесь на самом деле у вас есть по РСВ отклонение, видим, что уровень заработной платы ниже установленный МРОД, первый пункт пишет, а второй, они начинают писать о том, что есть отклонение от средних установленных показателей по отрасли, по АКВЭТ соответствующему. Что в этом случае? Обязательно нужно писать, смотрите, действительно нужно давать пояснение, смотрим, может быть, не на полную ставку приняты соответствующие работники, мы как раз об этом пишем, любимому налоговому органу и представляем документы, должностный, трудовой договор, например, да, должностные инструкции, можно табель рабочего времени показать и прочее, прочее моменты. То есть доказательство, на самом деле неполное рабочее время, никаких отклонений нет. Но бывает очень часто на практике направляют требования, где пишут отклонения от МРОД нет, нам вот от средних показателей отклонения есть. Ну по МРОД-то да, это не есть ГУД, потому что это нарушение, в том числе и трудового, законодательства, а у средних отрасли, показательства, как в Индии это будет. Ну на самом деле здесь каких-то прямых нарушений норм действующего законодательства нет, но тем не менее риски они существенны, что заинтересуется налоговый орган. Нам, конечно же, нужно приходить, пояснять, а почему, опять же там сезонность, мы на полную ставку и прочие-прочие моменты. И будем-то мы выравнивать и стараемся, и сами мы ходим. Мы, опять же, как в истории про убытки, а что же у вас убытка, поясняем, да, действительно, вот такая вот ситуация экономическая, всем известная, да, и плюс еще вот договор контракта, контрагенты уходят, обороты упали, и прочие моменты. Действительно, нужно пояснять, причем не пространное какое-то объяснение, а действительно обоснованное. И вот в подтверждении моих слов, чтобы, наверное, не прислушивать таким, в мой взгляд, таким вредным советам, какой вопрос, такой ответ, либо ничего вообще не пиши, вот как раз вот она история из жизни, из практики, как раз убыточная декларация по налогу на прибыль. И здесь вот требования засыпали, и это, ну, объясни, почему у тебя так. Вот налогоплательщик без представления каких-либо документов, ну, там просто написал, ну, вот так сложилась жизнь, убыток там, сезонность работы, циклический характер и прочие моменты, точка, до свидания. Налоговая инспекция посчитала, что это как-то недостаточно на самом деле. Ну, как бы, пояснение должно еще документально быть подтверждены, то есть раскрывать причину убытка, будьте любезны. Они еще раз закинули требования, налогоплательщик не стал стараться, текст ровно тот же отправил, на что получил штраф в виде 5 тысяч рублей. Ну, вот сумма, извините, 10 тысяч рублей, потому что увеличили это, в общем, как рецидив уже за два случая, два требования, в итоге получил 10 тысяч рублей по 129 статье по части 1. Ну, налогоплательщик обиделся, пришел в суд, суд сказал, что, ну, извини, родной, к сожалению, здесь инспекция права, потому что действительно в рамках камералки, давайте обратимся к части 3, там как раз указано, что обоснование размера полученного убытка предполагает представление конкретных сведений и данных, о чем я вам и говорила. Поэтому все-таки обоснованно, аргументированно, желательно на ссылку самой же Федеральной налоговой службы опишем предостаточно. И, конечно же, еще и судебную практику, то есть показать свою грамотность, грамотность в том числе в налоговых спорах и в ситуации, что происходит. Действительно, это срабатывает на практике. Например, вот одно из известных писем 2021 года, контент 2021 года, Федеральная налоговая служба, изучив ситуацию, но на самом деле ее завалили жабы, жабами налогоплательщики говорили, что житья нет, замучили требования. Причем приглашают к себе в инспекцию, не пишут основания на основании, то есть в связи с чем вызывают, просто приходи такого-то числа, все, а там по месту узнаешь. Ну, как же так? Когда я получаю соответствующее некое приглашение в кавычках, я должна понимать предмет разговора. В первую очередь для того, чтобы подготовиться. И не тратить время ни инспекции, ни свое драгоценное время на какое-то пространное рассуждение. Подготовиться, возможно, представить какие-то документы, подтверждающие, опровергающие обвинительную линию налоговых органов. Почему нет? И здесь как раз об этом и говорит сама Федеральная налоговая служба, что важно указывать в уведомлении подробное описание основания вызова. При отсутствии основания вызова, то действительно, когда вызывается налогоплательщик, извините, нет возможности подготовиться и представить соответствующие документы. То есть непродуктивный разговор и тратить время действительно обоснованно. И здесь еще ужалило ФНС свои территориальные налоговые органы, указав о том, что родные, вы все продолжаете приглашать любимых налогоплательщиков, вызывать их на заседание комиссии по легализации налоговой базы по закладным комиссиям. Да нет их уже на самом деле. Действительно, отменились в 2021 году. У нас соответствующий приказ, который всю эту внутреннюю кухню по правилам приведения, по этим вот обычным комиссиям. Комиссий-то нет, но по сути приглашения, то есть нет запрета, они могут вызывать. Это просто рабочая группа на сегодняшний день называется. В рамках рабочей группы работы с налогоплательщиками, по зарплате, по убытку, по рентабельности, проблемным контрагентам. Это все законно и обоснованно. Ну просто формулировочку как бы не стоит писать, не пойми о чем. Вот это вот такое письмо, его как раз нужно вшивать в свой ответ, поскольку это письмо обязательно присутствует к исполнению территориальными налоговыми органами. Ну например, вот такое есть. Чтобы было понятно, да, предмет мы уже поговорим, вот как грамотно писать, например, возражения на протокол заседания. Да, мы с вами пришли, узнали о том, что, или написали нам о том, что будут разговоры изначально по компании, допустим, «Олокактус», вот это техническая компания и прочие-прочие моменты, древо связи нам пикали в экран, показывали, и говорят, давай-давай заплати, иначе просто нужны НДС-разрывы, и мы придем с тематической, будем НДС проверять. Не хотелось бы, не хотелось бы, но нужно, конечно, внимательно все выслушать. Как говорится, основное зерно для себя взять для того, чтобы понимать, о чем строится обвинительное мнение, где и что и как, и действительно ли это проблемный контрагент, поскольку я знаю, есть у меня документы, подтверждающие коммерческую осмотрительность. Не говорить ни да, ни нет, как говорится, что это, будешь уточняться, но в связи, в связи против, не видим каких-то оснований пока на данный момент, потому что нет оснований сомневаться в благонадежности. И здесь до сих пор многие говорят, ну а как же, какие проблемы? Вот товар был поставлен на самом деле, да, мне поставщиком, я его продал больше, реализовал покупателям. Какие проблемы? Ну, на сегодняшний день у нас тактика такова, что реальный сделок, даже если сделка реальная, всегда исследуется момент. А действительно, допустим, тебе товар поставил тот поставщик, который ты заявил в налоговый орган в документе. И мог ли он это сделать, если соответствующие материальные и трудовые ресурсы, если не мог, соответственно, то кто тогда? Ну, то есть и вообще оценивается отношение проверяемого налогоплательщика к внедрению вот этой технической компании в эту цепочку. То есть выгодоприобретатель он или невыгодоприобретатель. Вот такой вот пример, один из примеров ответа налогоплательщика, грамотная, на протокол. То есть протокол составили соответствующее заседание, написали о том, что проработали, вот есть, о, как уставщик, это техническая страшная компания. И сам-то налогоплательщик и должен был бы знать, ну, виноват, виноват. Всегда нужно писать сразу. Не надо все это оставлять на авось. Мы с вами пишем о том, что да, соответствующий документ получили, но, значит, где отсутствует законное основание для отказа в праве на применение вычетов по НДС. Почему? Потому что, учитывая соответствующие положения, известность письма 10 марта прошлого года, да, который обязательно к исполнению территориальными налоговыми органами, говорится о том, что получение необоснованной налоговой выгоды, в том числе в виде незаконных вычетов НДС, оно возможно в случае наличия доказательств следующих. Формная хозяйственная операция нереальна. Она у нас реальна. Товар был поставлен, бы это не повергает. Формная хозяйственная операция, она притворная, якобы прикрывает по качеству операцию налогоплательщика с третьим лицом. Но, извините, именно кактус не поставил соответствующий товар. На самом деле, по документации, и должна быть, на самом деле, так и есть в реальности. Я не знала, не мог знать о каких-то нарушениях, о том, допустим, наук не был уплачен. Не было оснований сомневаться, потому что мы проявили достаточную степень коммерческой осмотрительности. Вот эти основные популаты, закрепленные со мной федеральной налоговой службой, мы как раз дальше по полочкам с вами все его разворачиваем, выставляем соответствующие документы. Так вот, видите, да, вот эту статью о том, что не извлекали выгоду сами, не являемся выгодоприобретателем, и соответствующие документы по коммерческой осмотрительности и так далее. Кому любопытно, пожалуйста, посмотрите, вот такие вот грамотные, обоснованные ответы, они действительно чувствуют налоговые органы о том, что подготовлен, знает, и, скорее всего, зубами сцепится, будет отстаивать свою точку зрения до конца. И стоит ли тратить время на такое, если у нас какие-то есть сомнения, и они, скорее всего, могут быть развеяны очень быстро, а налогоплательщикам, наверное, не стоит. На самом деле, очень быстро получается, даже в ходе выездной у нас очень достаточно много кейсов, а на память сразу пришел, когда мы отбили претензии по техническим компаниям, в том числе по НДС, там истории были 300 тысяч рублей на уровне возражения, 150 миллионов рублей на уровне апелляционной жалобы подавали. Это действительно, если инспектор, руководитель инспекции видит, что грамотно подготовленные, необоснованные претензии, отменяет эти доначисления, дело бы сюда не доходит, поверьте, потому что очень трепетно налоговые службы относятся к вот этой статистике по налоговым спорам, и очень много писем ДСП, которые рекомендуют именно на уровне территориальных инспекций, но понятно, что это согласование с управлением, все-таки принимать грамотные решения и споры гасить уже в большей степени в стенах налоговой инспекции, нежели в судах. Кстати, примеров хотел бы привести очень много по поводу оформления документов в любых ситуациях, как в себе видите на допрос, осмотрах о приемках, когда требования получаем по различным основаниям. Предметно с вами поговорим, просто души с удовольствием приглашаю вас 22 июня, приглашаю, записывайтесь, рассмотрим ваши ситуации, рассмотрим документы, которые желательно отправлять налоговым органам, буду рада вас всех видеть, тем более, как Виктория уже отметила, для всех друзей компании «Кинтакс ТОП», первое участие в «Кругом столе» бесплатно, поэтому приходите, буду рада вас видеть всех. А еще одна история, как раз я которую затронула, очень часто, я думаю, что вы сталкивались, связанные с тем, что пытаются добыть доказательства и документы в отношении самого налогоплательщика, возможно, уже получали многочисленные требования, где указано основание, часть 2 статьи 93 при налоговом кодексе, то есть мы вроде как немножко сначала расслабились, проверяют какую-то сделку, интересуются, а потом, когда вчитываемся в требования, а там написано «Представить все документы по всем контрагентам за год-два-три года», у меня сразу возникает вопрос, а есть ли законные основания? У нас вообще налоговое законодательство, оно самое такое очень интересное, очень спорное, многие моменты не прописаны, мы с вами кто-то на крови буквально, добиваемся какой-то истины, какую-то практику выстраиваем, где-то осаждаем налоговых органов, ицем создание судебной практики. Как произошло, здесь вот кейсы тоже есть, посмотрите, не поленились налогоплательщики, мы лидеры, Московский округ, как раз вот есть такие вот дела показательные, где говорят суды о том, что на самом деле в рамках этой статьи, части 2 93 при недопустимо их требовать документы в отношении деятельности самой компании, потому что никакие проверочные мероприятия, полагаю, никакая проверка не ведется, ведь в залах суда у нас очень часто представители налоговых органов, говорят, ну как же, мы же предпроверку идем, осуществляем, судья говорит, а на основании чего, где такое-нибудь мероприятие написано, они говорят, ну как же, опять же, парирует 90, 54 прием налогового кодекса, она расширяет вообще любые возможности, открывает, видимо, все двери. Ну, на самом деле не так, и вот такая практика есть, посмотрите, вот она проведена, где считается, что абсолютно незаконно, причем и Конституционный суд уже тоже высказался, что есть серьезные ограничения, то есть если, допустим, нельзя требовать по всей деятельности, привязать к каким-то, допустим, периодам, нужно только лишь сделать по информации по делкам, либо ряду сделок. Если эту сделку можно идентифицировать, идентифицировать налогоплательщикам, он тогда должен представить необходимые вот эти документы по сделкам, либо ряду сделок. Причем здесь, помните, такие вот были камни преткновения, вот давайте-ка мы приберемся инспекции, скажем, а там укажет, кто для реквизитов, то есть идентификация документов, это уже не пройдет, потому что считается, что иными путями, если описано, да, все реквизиты может налогового органа не знать, если понятно, да, то есть по какой-то сделке, с таким же контрагентом, ты ставишь там договор еще по хору, здесь уже не открутишься, не выкрутишься, представлять все-таки надо. Я думаю, что большим секретом не является, и вы сталкивались еще с такой вот системой, может быть, все это налоговые органы нанекали об этом. У налоговых органов действует еще такая бальная система, которая отбирает претендентов на проверку, на выездную налоговую проверку. Это история, связанная со связями с техническими контрагентами. Больше она, наверное, связана где-то с НДС, ну, понятно, и расходы тоже, то есть технические компании. Так вот смотрят, оценивают вот эти показатели, которые вы сейчас видите на экране, присваивают определенные баллы, и чем больше баллов, тем вероятнее всего компания будет являться выгодоприобретателем налоговой схемы с применением технической компании. Ну, это не обязательно, конечно, так, но, тем не менее, информация будет инспектору выдана к размышлению, да, что он обязан провести определенную работу, собрать необходимые документы и принять соответствующее решение, назначать выездную налоговую проверку или нет. Причем, обратите внимание, здесь больше баллов будет получать, конечно, реальные действующие компании, в которой есть соответствующие имущества, активы и прочие-прочие моменты. В технической компании никто не пойдет, что же с нее взять. Техничка – это некий инструмент, который используется для минимизации налоговых обязательств, не более. Это пустышка, по большому счету, кто же туда пойдет. Поэтому на сегодняшний день мы с вами доказываем, что мы не являемся выгодоприобретателем. То есть, допустим, если по неосторожности технической компании, какие документы есть подтверждающие. Поэтому вы можете поиграться, как говорится, на практике, если есть желание, возможность и время. И вот посчитать, и будете видеть такая информация налоговых органов. То есть, основное, что связано с ритейлом, как я вам уже озвучила, это, конечно, крутится в риске, связанной с 54 прим, по необоснованной налоговой выгоде. И здесь истории связаны с очень много. Ведь в получении обоснованной налоговой выгоды закроются такие моменты. Незаконное использование льгот, занижение расходов, завышение вычетов, это и технички, это и дробление, это и, допустим, прикрытие трудовых отношений в гражданской правовом и прочие-прочие моменты. Вот сейчас как раз приближимся с вами по кейсам. Ну, вот такие вот типичные моменты, когда, допустим, продажа недвижимости, чаще всего автомобилей у компаний, когда есть, в том числе и в ритейле, продают своему учредителю либо руководителю по заниженной цене. Они считают, что необоснованной налоговой выгоды если привлекается, то есть сравнивается с рыночной ценой, оценщика, спец, соответствующие работы, дают оценку стоимости автомобилей. И вот, смотрите, 22-й год, и вот таких вот картин и ритейд на самом деле на практике очень много. Поэтому будьте очень осторожны, налоговые органы, как говорится, держат на карандаше вот такие вот истории по реализации имущества внутри компании своим же руководителем. То есть вот эти вот моменты, конечно, тоже быстро открываются, тоже 22-й год. Часто задают вопрос, была ли деловая цель по заключению договора с тем или иным контрагентом. Ну, часто, допустим, в ритейле бывает так, что привлекают компании либо индивидуальные сниматели для опуска, допустим, где-то, бывает, что клиентов каких-то, для выполнения каких-то определенных услуг. И тут налоговые органы, потирая руки, говорят, а какая вообще была деловая цель? А нужно ли было? А может, у тебя в штате самого, если это работники своими силами могли бы все это сделать? А на бумаге все это нарисовали только исключительно для того, чтобы завысить расходы и вычислить? То есть, ну, здесь, конечно же, нужно готовым быть доказывать, что усвоение силами было невозможно, действительно, понимаете, какая-то ли была привлечение сторонних лиц компаний либо индивидуальных предпринимателей, позволило получить больше экономический эффект, к чему мы с вами, соответственно, и стремились. Вот такие вот тоже есть кейсы. Что касается нашей с вами главной боли по техническим компаниям, потому что сплошь и рядом стараются очернить наших поставщиков, ну, в ритейле тоже достаточно часто встречается, когда у производителя на самом деле товар покупает, это реальный поставщик у нас, исполнитель, но для того, чтобы занять свои налоговые обязательства, сэкономить, вот как раз внедряю техническую компанию, по поставке, например, да. И вот здесь налоговые органы, у них очень быстро, пунктизерная система как раз высвечивает техническая компания, часто потому, что они не имеют никаких соответствующих материальных трудовых присутствов, и более того, они еще и на самом деле не платят налоги. Здесь как раз они, как говорится, почта прервалась там где-то и что-то. И претензии к реальному, действительно действующему налогоплательщику и ставится вопрос. А вообще техническая компания, да, вот мы считаем, что пандрокинская техническая компания, какое отношение вы являли, как налогоплательщик, имеете к этой компании, но будут обвинять, что якобы внедрили вы эту техническую компанию исключительно для получения необоснованной налоговой выгоды, потому что это вот так вам было удобно. А здесь надо будет нам с вами отбиваться и говорить о том, что да, ну мы с вами внутри-то знаем, мы ли внедрили или нет. Здесь две истории на самом деле. Если внедрили, мы использовали, то это умышленное внедрение, это 40% штрафа, это большая вероятность возбуждения уголовного дела в отношении руководящего состава компании. Ну и здесь нам, опять же, исходя из судебной практики, из размещений, КНС 10 марта прошлого года предоставляет некий пряник. То есть если мы с вами раскрываем данные реального счета, допустим, у производителя завода я закупала такую скучную продукцию, а не у посредника вот этого сомнительно, я раскрываю данные, то тогда расходы вычеты по данным фактического реального исполнителя. То есть такая вот реконструкция проводится. Это серая компания, нарисовала ее просто выкидывает, а вот реконструкция производит. Сейчас очень много судебных споров по налоговой реконструкции. И здесь вот спецхимпром, еще одна компания Кейс есть в презентации, где как раз показывается подход налоговых органов, то, что когда они видят, что техническая компания, никто прям вот сразу налоговую реконструкцию, к сожалению, очень быстро не представляет. Это вот пока практика такая слабая, есть инспекции, которые надо дать должен, действительно реконструкцию проводят, молодцы. А вот до сих пор вот как бы реконструкции, например, нет, полностью вычеты и расходы просто снимаются. И, конечно же, налогоплательщики судятся, они говорят, как, реальные сделки есть, я реально расходы понес, да, вот они есть, но давайте тогда налоговую реконструкцию по реальному исполнителю. Если данные представляют, что тогда данную реконструкцию нужно производить, а если данные есть у самой налоговой инспекции изначально, тоже почему бы налоговую реконструкцию не привести. То есть, по сути, законом и, ну, справедливым в этой истории при уме внедрения технички будет снятие вот этой торговой наценки, да, вот этой вообще наценки, получается, технической компании, вот ее просто выкинуть, вот реальной партии. Есть судебный процесс, который сейчас происходит, рассматривается будет как раз в августе, где налогоплательщик, на самом деле, он вообще после уже того, как начался судебный процесс с налоговым органом, вот самостоятельно произвел все так, как было изначально. То есть, при заключении договором с реальным исполнителем, счета фактуры, отражение у каждого по сторонам, уплата налога в идеальной картине. Ну, суды, некоторые говорили, что на каком основании, это же после уже того, как факт произошел, который в ее налоговом органах, уже в судебном процессе все это было сделано, ну, в ходе, когда шел судебный процесс, это произошло. Ну, вот Верховный суд на новое посмотрение отправил, посмотрим, чем это дело закончится. Ну, скажем, дело такое интересное в плане того, что я вам покажу, на презентации есть, что не воспримет ли налогового органа это так, как инструкция о том, что если вот такую метаморфозу обратную произведешь, только в этом случае будет налоговая реконструкция. Ведь нигде на законодательном уровне это понятие не закреплено. Это у нас в соответствии с фребной практикой это письмо по ней. Но проживем и увидим. То есть, как мы с вами добросовестные налогоплательщики, если мы не виноваты в технической компании, конечно же, понимаете первый вопрос. А проявил ли ты ключевой должной степень коммерческой осмотрительности? Вот эти стандарты осмотрительности в любимом письме налогового органа как раз описал. Отсутствие информации о том, что возможно было у налогоплательщика контрагент мог исполнить, там, допустим, материальные, друговые ресурсы, нет ли противоречий сделать привычные бизнес-стратегии. Ведь очень часто, когда даже экстрагироваться от техничек, начинается какие-то экономии и полностью имитация, понимаете, где-то что-то обязательно забывается, не обращается внимания, и эта имитация очень часто выдает и бросается в глаза и скрывается необоснованная налоговая выгода. Например, заключают договор о аренде от собственника помещения какой-то склады и прочее. И пишут, что арендная плата там 5 копеек за год, водорыночная цена этого помещения там 200 тысяч в месяц, арендная плата обычная, и вообще арендную плату никто не платит, ну извините, вопрос, в реальности это нормально, либо там дебиторка висит, никогда ее не взыскивают, но есть еще фактор взаимозависимости, то в совокупности, конечно, вскрывает налоговую схему. Так вот, по коммерческой осмотрительности я просто скажу, что когда задают вопрос, что же делать бы такое, чтобы вообще никто ничего не подрался, где-то золотой стандарт. Налоговые органы суды в один голос все говорят о том, что степень проявления коммерческой осмотрительности, она всегда с другим индивидуальна, но не может быть одинаковая, нет этого золотого стандарта на самом деле. Все зависит от того, от конкретного налогоплательщика, его оборот, от существенности, от крупности и важности сделки для конкретного налогоплательщика. Поэтому с вами делаем вывод, если это действительно дорогостоящая сделка, будем говорить так, тогда нужно конечно потрудиться и кроме выпить свидетельства, информацию нужно на сайте ПНС посмотреть, в Гербо зайти, активы посмотреть, вторую форму посмотреть, балансы я имею в виду, посмотреть, есть соответствующие материальные, трудовые ресурсы. Обязательно кроме этих документов на странице пожалуйста какую-то переписку реальности, когда начинается подниматься вопрос, как вы выбирали этого контрагента, где была переписка, как вы оценивали коммерческие предложения и прочие-прочие моменты. Здесь это тоже обязательно нужно учитывать, потому что это важно. И вот, по налоговой реконструкции я вам сейчас как раз покажу, это вот неудачный кейс по налоговой реконструкции здесь компания ничего не получила, то есть полностью вычислить расходы, сняли, потому что не сделаны были расчеты и не предоставлены данные по фактическому исполнителю. Вот те дела я нисколько вас не обманула по налоговой реконструкции компании спецким фронт, здесь как раз золотое такое зерно то, что как раз и у налогового органа были даны по фактическому исполнителю реконструкцию можно провести и справедливо снимать сколько маржу технических компаний и оставить расходы на реальную себестоимость обязательно нужно сохранять 26 июня будет рассмотрение будем следить за этими делами 11 августа текущего года вот раз рассматривается будет дело когда компания в ходе судебных заседаний переобулась как говорится перезаключила договора счета фактуры записи деньги покупок и все скажем так раскрыт реальный контрагент будет ли не будет реконструкция вот как раз 11 августа должно решиться а вообще часто задают вопросы муссируется как раз идея по налоговой оговорке я просто хочу сказать что налоговая оговорка у нас возможность регулированную действующим гражданским законодательством 431.2 406 гражданского кодекса 406 она все больше работает пока применима используется она кстати активно например на на примере внедрения налоговой оговорки промышленным комплексом приветствуется кстати налоговым органам где раскрывается потому что данные поставщиков и покупателей и соответствующие заявления подаются налоговым органам раскрытие информации которая содержит налоговую тайну как только вычисляется что например поставщик товара не уплатил индекс бюджет эта информация естественно направляется в точку грозят ему пальчик и давай это очень заплатили налоговый бюджет и эта информация направляется мне как покупателю и я уже отслеживаю судьбу если он уточнился замечательно я заявляю имею право на вычиски по НДР если этого не произошло ну как бы извините я право на вычеты вроде бы чисто по норме закона это не теряю но я понимаю что на практике если я сейчас обращусь мне это естественно налоговому органу откажут где источник источника нет поэтому я делаю под конем исходя из налоговой оговорки которая у нас кстати заключена поставщиком и как раз удерживаю из той суммы которую я должна за товар заплатить поставщику удерживаю вот эту сумму НДФ вот судебная практика у вас стоит за глазами как раз здесь обидевшийся поставщик он говорит покупателю верни мне деньги не все это мне заплатил а покупатель говорит у нас есть налоговая оговорка извини я удержал закон и я тебе ничего не доню суд сказал что да все правильно основание налоговой оговорки у тебя удержана поэтому конечно же желательно сейчас действительно такой опрос проводили со своими клиентами с участниками различных многочисленных мероприятий здесь как-то уже 50 на 50 у кого-то еще не соглашаются контрагентами заключение налоговой оговорки но все больше и больше 50 на 50 это уже серьезно потому что год назад в начале года было 10-90 вот такое отношение по налоговой оговорке неохотно выключали но понятное дело самое главное налоговой оговорки правильно записывать и привязывать когда должно быть возмещение основания решения должно быть либо только добровольные уточнения здесь очень важно потому что мы же с вами можем оказаться в такой вот ситуации когда нас будут требовать в том числе то что является основанием нужно действительно решение налогового органа то что есть соответствующие нарушения бывает так налоговому орган написал компанию вот знаешь вот такая-то компания является проблемой то и те начинают уточнять оплатить а потом претензии предъявлять давай измести мне то что я добровольно уплатил вот эти моменты тоже пожалуйста прописывайте это очень действительно важно есть как раз такое вот хорошее письмо по поводу самозанятых тоже буквально 5 копеек копилочку по рискам обратите внимание налогового органа неоднократно 21 года говорят о том что мы будем структулезно проверять это речь о переквалификации гражданского правового договора в трудовой что касается у нас ритейла есть очень много таких в том числе и судебных кейс на практике оптимизаторы рекомендуют в том числе был работником нашей компании помните одно из известных дел где-то три назад по одной сети известные торговые возглавляли у нас были сначала работниками а потом ИП руководители оформляли ИП и вот они возглавляли естественно попытка переквалификации договора была полостальной суммы для начислений было и здесь обосновали и доказали юристы торговой сети о том что была действительно экономическая деловая цель потому что эффект получил и сам управляющий зарплата стала вознаграждение больше нежели зарплата и компании стали больше получать соответствующие прибыли торговые точки допросили продавцов продавцы говорили что на работу принимает и то управляющий а не головная центр управления самостоятельность определенной и отбили тогда достаточно серьезные суммы здесь тоже очень много самозанятых заключает договор потому что это действительно выгодно выгодно для каждой сторон на углу органа грозят пальчиком вы смотрите мы будем обращать внимание как на текст договора вашим любимым самозанятым аналогии управляющим и прочие моменты бывших работников переводных индивидуальных предпринимателей которые с своим работодателем работают важно конечно и допросы помните да конечно красивая бумажка ее никто не отменял всегда имеет значение что в жизни происходит когда эта имитация она очень скрывается через так попер Trying засмотр когда если зарплатными какими-то историями начинают играться допрашивать самих работника допрашиваем самозанятых да и иногда прикрывает якобы ученическим договором жопа на зарплате зарплатны заработной платы начинает копать допрашивать соответствующих работников все говорят нет нормально по заплату я просто здесь работаю нет соответствующих Помещение для обучения и прочие-прочие моменты. Так вот по самозанятым, конечно, вот нехорошие признаки сама инспекция приводит, что не перекликалось с трудовым договором, подчинение режима, выпуска заработной платы и прочие-прочие моменты. Вот такие есть рекомендации. Посмотрите, если у вас есть самозанятые, то есть для исключения претензий, что нужно указать в договоре. Разовость, время работы. Пожалуйста, почитайте. И что делать категорически нельзя, потому что это явно будет свидетельствовать по трудовых отношениям. Пожалуйста, обратите на это внимание. Займами прикрывает соответствующие выплаты заработной платы. И здесь тоже очень много таких моментов. И на самом деле сотрудники общества якобы получали займы и о них не возвращали. Это возвратный расчетный счет, не подтверждено ничего. Это опять же имитация. Вот эти все следы, они, конечно, очень быстро вскрываются. Схема просто как семечки щелкает налоговую инспекцию. Действительно происходит. И по управляющему, то, что история вам рассказала, как раз, да, вот в 22-м году тоже рассматривалась такая же ситуация, когда ИП, руководитель компании уловил, оформляет ИП и дальше выключает гражданско-правовой договор. Бывают положительные решения, оптимизаторы до сих пор внедряют вот эту вот схему, рекомендуют ее. Есть единичные положительные судебные вердикты, которые поддерживают налогоплательщикам. Когда есть экономический эффект от такой метаморфозы, превращение руководителя в ИП-управляющего, эффект экономически документально подтвержденный непосредственно для самой компании. Действительно, что ты сделал, когда он имел статус ИП-управляющего, извините. Но в большинстве своем проигрыши, проигрыши, проигрыши. Вот эти кейсы можете как раз посмотреть, потому что здесь в основном прослеживается именно преследование налоговой цели. Не было никакой другой деловой цели никакой. Если мы с вами вспомним положение все 4 прим, там как раз в одном из пунктов говорится о том, что недопустимо, что в какой-то сделке, в какой-то операции преследовалась только налоговая цель. Так вот, та история, о которой я дальше говорила. Опять тема иномизации, прикрытие соответствующей сделки по передаче в аренду помещения. Когда собственный бизнес имеет соответствующие помещения, склады, либо, допустим, помещения под торговые какие-то точки, то напрямую не очень интересно было для завышения расходов на сумму арендной платы применять схему по уходу от налогообложения. То есть сделка по передаче имущества в аренду налогоплательщиков договора за полученным взаимозависимым лицом. То есть вот я как раз ее нарисовала, учитель компании имеет соответствующие помещения, очень часто оно пользуется торговой компанией, например. Но для того, чтобы сэкономить на налогах, вот порекомендовали так. Мы внедряем некую компанию, даже индивидуальный предприниматель, это обязательно взаимозависимое лицо, да, на сути, в суток учредителя. Выключается договор безвозмездной аренды нежилого помещения. И потом якобы этот ИП уже договор субаренды нежилого помещения с самой компанией заключает. То есть здесь налогоплательщики говорят, что делок субаренды действительно реальный характер носит, в учете все отражено, налоги плачены. Ну, действительно, прогореть ему очень нужно, потому что экономическое обоснование передачи учредителям имуществ безвозмездной пользы индивидуальным предпринимателям, какова вообще деловая цель от данной сделки, но она здесь действительно выслеживается никакой деловой цели. Для чего вообще ИП создала, для чего-то передача лишних вину в этой цепочке. Естественно, то есть это прикрытие безвозмездной сделки договора субарендой, который налогоплательщикам вообще не исполнялся, ничего там не платилось. И вообще полная пропанация, имитация того, что экономится на обуви. Вот как раз здесь тоже можно, как говорится, прогореть. История по ритейлу, это я к вам говорила, это частые истории по дроблению бизнеса. Уж так сложилось исторически, что львинная доля претензий практически 90-е, это именно ритейл, розничная торговля. Мы знаем известное дело, очень много таких, ну одну из, например, управляющих компаний «Русское поле» тоже курами торговали под одним торговым знаком «Павловская курочка». Здесь вот несколько торговых компаний, они действительно на упрощенной системе налогообложения, чтобы, извините, не платить прибыли НДС, не быть на общей системе налогообложения. Что выдают? Полная несамостоятельность, ученение единому центру управления, одна бухгалтерия работает, эмигрирует из одной компании, в другой, один вид деятельности и прочие-прочие моменты. То есть они, вот эти пластика, жанра, она присутствует. И как раз, конечно, налоговые органы на это обращают большое внимание. И здесь важна, конечно, самостоятельность каждой точки, каждой ложечки, которая применяет упрощенную систему налогообложения. Но вообще история подробления – это не только упрощенка чистой воды, есть еще тоже типичная ситуация, когда компания на общей системе налогообложения имела 80 торговых точек по Российской Федерации, посчитали, как-то много налогов в бюджет платим, обратились, видимо, к оптимизаторам, они, как бы, проще простого, все свои обосходы по субъектам РФ превратим в ложки, но упрощенки вот где-то там ЕНВД, и учредитель, это часто все, у кого берут со стороны, нет, это бывшие работники той же ложечки, да, того же обособленного подразделения, полностью взаимозависимые, полностью, в общем, подчиняются, естественно, у номера один на этой схеме. Здесь и в чистой воды дробление бизнеса. Конечно же, вердикт судов, обратите внимание, до начисления почти 200 миллионов рублей, и здесь одна торговая марка, что касается ритейла, ведь деятельность торговли, розничными местными продуктами, ассортимент ничего не поменялся, работники не грезут, другой работник допросили, они сказали, извините, вот мы были в обосходке с тюрьмой ложки, в общем, я то в одной, то в другой работаю, ну, понятно, номер телефона, IP-адреса, бухгалтера, юристы одни, ну, все, все, полностью подконтрольные структуры, вот эти все ложечки, вновь созданные, водоначасие. Смотрите, важна история, что было раньше, потом происходит метаморфоза, с единственной целью, с экономикой, налоговой, деловой целью, как таковой, нет. Дальше отслеживается вот эта вся имитация, якобы самостоятельная, на самом деле не самостоятельная. То есть в тонерской стране, вот эти все созданные якобы ложечки, они не распоряжаются трудовыми, административными, финансовыми ресурсами. То есть одна компания, нужно насыщить лейтенную, и вы начали требовать НДС, чтобы было сделано 200 миллионов рублей. Это вот такая классика жанра в розничной торговле. Тоже обратите внимание на развод рукавов НДС, но и без НДС. Знакомо, правда? Вот один из таких кейсов, когда действительно есть компания на общей системе налогообложения, то есть она вот работает, естественно, с НДСными покупателями. Потом мы якобы делились договор с взаимозависимым лицом, и то, что-то сдаем, и ложечку про на прощенке. В данном случае это вообще взаимозависимость прямая в силу того, что там уже все сейчас учредители генерального директора. Это в руках индивидуально начинать продажи без НДС. Вроде бы как-то и какая-то деловую цель как-то можно придумать, но на самом деле здесь ракововые следы, общий отдел продаж, склады, телефон управления, низкие наценки при перепродаже в группе компаний, в группе компаний в холдинге, в ритейлах, между собойчики, выдача займов, вот этого дробления, прочее, прочее. Сейчас там ничего не возвращается, то есть, что возможно только при взаимозависимости, ведь там факт взаимозависимости негативно не влияет, скажем, ничего страшного. Дальше следует, как эта взаимозависимость повлияла на незаконную экономику на налогах. Здесь она вот явно прослеживается, да. Нет деловых целей для структурирования, полная взаимозависимость, поставлена точка, скажем, что здесь на самом деле не очень красивая ситуация получилась. Есть, конечно, еще положительная судебная практика, вот нашла 21-й год, постановление по возрасту в округу доказали самостоятельность, допустим, УП и основной компании, свои склады, поставщики, независимость, минимальная наценка распространялась на незначительную номенклатуру товаров, остальная наценка, она была сходна с той наценкой, которая для других контрагентов предусматривалась. Вот это очень важные, это очень важные на самом деле следы. Виктория уже рассказала по поводу рисков воровства, да, то есть налоговые органы часто признают незаконное списание товаров в залах самообслуживания, без подтверждения краж полиции, требуют заплатить налоги с недостачей. Действительно, судебной практики много, одна из практик презентации Виктории. У меня вот тоже практика есть, когда вот известная вела посудоцентр, вот 68 миллионов рублей до начисления налог на прибыль НДС, потому что торговая сеть не учла в расходах стоимость товаров, в чате которых была похищена. Да, вернее, она учла в этих стоимость товаров, в чате была похищена, другая разбита и подведена, но не было соответствующих доказательств. Доказательства действительно были недостаточны, требуют подтверждения, чтобы была стража, заявление, о чем как раз говорила Виктория, имеет главенствующую роль. То есть важно тщательно регламентировать эти процедуры в состоянии товаров по разным причинам, там пересортиться, кражи, бой, порча и прочее. Ну, проводить служебные расследования, документально внутри все это, оформлять документы на локальные, подтверждающие невозможность выявления виновных лиц в недостачах. Это очень важно именно для ритейла. По пересортиться, тоже смотрите, апрель 22 года. Здесь по итогам инвентаризации в компании выявили недостачу, там излишки были пересортиться, в учете данный факт отразили как-то недостаточность специального расхода, а излишки просто переходовали. И бухгалтер такую проводочку сделал по 91-м, значит, еще два проще расхода, и по 3-й, через 10-й еще провел. Да, инспектор посчитает, что недостача – это факт выбытия товаров, то есть, о чем тоже говорила в Викторе, факт безвозмездной реализации. Надо заплатить НДС. Это вот такой вот вердикт. Обратился налогоплательщик в суд, суд поддержал налоговую инспекцию, потому что нет заплатации пересортиться. Здесь как раз обратите внимание, пересортиться надо учитывать определенные моменты, то есть она возможна только в исключительном случае по товарно-материальным ценностям одного наименования, и в тождественных количествах действительно должны быть объяснения материально-ответственных лиц, допустим, то есть не были представлены в данном случае объяснения интервьюционной комиссии причины запущения пересортиться. Должно быть соответствующее решение директора о провлечении зачета недостачи и излишек. То есть по факту получается, что нет документального подтверждения в обыдении имущества в результате наступления событий, не зависящих от воли компании. Вот этот раз мы скажем, порча, бой, хищение, стихийные бедства, уничтожение недоброкачественной продукции и прочие-прочие моменты. Пожалуйста, не забывайте все это документально оформлять, потому что здесь, как мы видим, действительно претензии, они могут быть на самом деле. Много чего хотелось бы еще рассказать. Мы и так в секторе несколько, мягко говоря, вышли за определенный нам регламент, но в любом случае помните, что у нас очень много лабинаров и круглых столов. Приходите, будем отвечать на все ваши вопросы и поделимся кейсами, наработками. Вы будете после всех событий, которые происходят. И не забывайте о том, что действительно эффективная защита от налоговых рисков, которые, в том числе, я озвучивала, это своевременное появление и нейтрализация. Тем самым мы споставим компанию с налоговых претензий. Возможно, даже вообще налоговые органы пройдут мимо, не будет соответствующих красных маячков, сигнализирующих о том, что у нас есть какие-то налоговые проблемы. И, конечно же, защита от персональных нас в ответственности в виде субсидиарной, уголовной ответственности, поскольку они тесно связаны с налоговыми доначислениями. Цену защиты, действительно, с гарантией и страховкой вы сейчас можете тоже, если не успели, когда Виктория показывала слайды, Василия тоже ссылочку вам присылала. Пожалуйста, по отходке с глазами, действительно, это эффективная мера защиты. Будем рады видеть вас среди наших любимых клиентов. Действительно, мы налоговые листы компании ProAvest Audit, поддерживаемый в рамках аудита, когда сам аудит проводится. У нас есть еще коллегиальный совет с консультантами, с экспертами с большой буквы, мы с большим опытом работы принимаем соответствующие решения в аудите, и когда есть системный комплексный аудит, если будет претензий, конечно же, мы защищаем своих клиентов, скажем так, до последнего. И еще раз, поскольку действительно имею непосредственное отношение к новостям, мы стараемся, чтобы были в курсе всех происходящих событий, не только антикризисные какие-то события, вообще, что есть важного в сфере налогового права, налогообложения, на нашем телеграм-канале ежедневные новости, есть новости, в том числе, по нашим мероприятиям, пожалуйста, подписывайтесь и принимайте участие в мероприятиях и будьте в курсе всего происходящего. Ну что ж, я смотрю в чате есть у нас вопросы, сейчас как раз открываю чат. Так, Викторию вижу. Виктория, Виктория у нас на все ответила. Так, что будет дальше? Так, Раиса. Наталья, добрый день, добрый день, Раиса. Правильно понимаю, что достаточно того, что по договору наш контрагент и мы все обязательства друг другу выполнили, если контрагент есть проблемы по другим договорам. Смотрите, Раиса, то есть в чем основное зерно? Да, действительно, на сегодняшний день, даже если мы с вами договорные обязательства, договорные обязательства мне контрагент выполнил, да, получается, в рамках гражданского законодательства у нас все чисты, мы с вами довольны, абсолютно товар получен, работа выполнена, услуги оказаны, но тем не менее, если вдруг налоговый орган выявляет, что мой контрагент, допустим, оказался на самом деле неблагодарюжным налоговым плане в силу того, что техническая компания, потому что она сама не смогла, то есть будут нас уверять, не могла она подать, товар тебе поставил, но не тот, кого ты заявлял на этот контрагент, потому что, допустим, нет соответствующих работников, поставка, например, товара, товар он нигде не приобретал, не закупал, и прочее, нет, перевозки соответствующие не было, потому что нет соответствующих водителей, автомобилей и прочее, и никого он вообще не привлекал к этим работам, если не самостоятельно он уже мог кого-то привлечь, он не привлекал, то есть получается, что по мнению налоговых органов полно пропанации на бумаге все это нарисовано, да, вне зависимости от того, что в реальности товар был поставлен, работы были, выполненные услуги были оказываны, вот этот алгоритм, который установлен в Федеральной Налоговой Службы 10 марта прошлого года, там как раз, если прям простым языком, сейчас на мероприятии у меня в этой презентации к сожалению нет, это основные популяции пошаговый алгоритм, первое, проверяется как раз реальная сделка, сделка реальная или нереальная, бумаги у нас существует, вот если сделка нереальна, все, сносят, вычислить, расходы, все снимают, дальше, дальше уже никто не копает, а техничка у тебя не техничка, какой ты контрагент, какой ты отношений имел, а что там у тебя должно осмотреть, вообще никого не волнует, сделка нереальна, точка, все, если сделка реальна, вот дальше уже инспектор, он обязан смотреть, а кто контрагент, вот заявили, ромашка, а ромашка вообще, что за компания, давайте посмотрим, мокли он вполне договорные обязательства, странно, нет там два с половиной коллеги работников, наверное, нет, а еще он, допустим, еще и не выплатил где-то, то есть сомнения в реальности, мокли вообще, да, а если мне это заявлено, тогда кто, кто, если добросовестный, то неосторожность, я бы не могла знать, что техническая компания на самом деле, потому что я появлялся, коммерчески посмотрите, я бы задавал вопрос, а про ли он коммерчески посмотрит, если да, то в должном или не в должном объеме опять будет исследоваться, вот оно, что поэтому, да, к сожалению, тот, что даже если это реальные дела, в любом случае будут исследоваться вопросы по техническому контрагенту, знала я, не знала за понимание, или если там неосторожность, когда коммерческая осмотрительность и прочь-влечим моментом, И здесь еще вторая составляющая, то есть есть проблемы по другим договорам в этом вопросе. То есть перед друг другом выполнили, а контрагенты есть проблемы по другим договорам. То есть у нас несколько договорных отношений, несколько контрактов, договоров с этим контрагентом. В любом случае здесь будут исследоваться те сделки, которые интересуют налогового органа, будут муссироваться. Даже если сделка самая ключевая, то что я сказала, она исполнена, если я правильно понял, то следующий алгоритм будет доказать, что мы не знали о том, что техническая компания на самом деле. И мы проявили коммерческую осмотрительность. Вот как мы с вами будем защищаться. Если будет доказано, что должной степени осмотрительность, тогда вычисленные расходы по этим сделкам контрагентом сохраняются. Если коммерческая осмотрительность не проявлена должным образом, дальше, конечно, поднимается вопрос, а может какие-то данные дополнительные представишь. Но, извините, не всегда это возможно. Если данные не представляются, то тогда вычисленные по НДС придется распрощаться. А вот по налогу на прибыль расчетные методы надо будет активно поработать, в каком размере, на какие расходы документальные все это рассчитать и поставить налоговому органу. Вот такая вот картина, вот такая процедура здесь ждет. В случае, Оксана, в случае получения от налоговой явно незаконного запроса документов, мы можем написать письменный отказ или письменно попросить обозначить причины такого запроса. Да, конечно, обязательно, Оксана, это нужно делать. Более того, смотрите, здесь важно еще учитывать такой момент, когда мы с вами пишем отказ, либо требуется уточнить моменты, то есть в рамках какого мероприятия, только вот это основание вообще уже не аргумент, просто не играет, и здесь суды это все не учитывают. То есть нужно понять, я не понимаю, какая сделка, я не понимаю, какие документы от меня хочет налоговый орган получить в конце концов. Да, то есть в этом случае, да, я письму пишу. Но понимаем, что когда я получаю это требование, есть определенные сроки на его исполнение, и есть законы и основания получить тайм-аут. То есть я пишу сначала, вместе с этим письмом я две бумажки пишу. Первое, соответствующее ходатайство о продлении срока представления документов информации на сколько-то, да, то есть реально представлю, какой тогда-то, в данный момент не могу, потому что исходя из требований, не понимаю, что конкретно от меня требуется. Да, вот эти моменты нужно прописать, можно, конечно, и в одном документе, да, то есть я прошу уточнить, и в том числе и ходатайство о продлении срока представления документов, потому что наличие вот такого уведомления ходатайства, в случае, если налоговый орган проигнорирует нашу просьбу, и мы с вами просрочим, как говорится, срок представления документов информации, пытается привлечь к ответственности, там, в зависимости от того, какое требование мы получим, там, 129-я прим, ответственность, либо 126-я. Здесь как раз можно будет поиграться и говорить о том, что мы-то ходатайствовали от продления срока, да, его пропустили, но на это были объективные причины, и использовать вот этот документ как основание для освобождения либо смягчения ответственности за непроставлением документов информации в срок, определенный налоговым органом. А если пока, вот, как раз и сроки, да, да, про сроки я как раз вот просто не увидела, вот так, я думаю, что ответил полностью на ваш вопрос, нужно обязательно задать о продлении сроков линий. А по постоянным контрагентам, как часто обновлять информацию? Мы обновляем раз в год, такая периодичность нормальная. Нет, вы знаете, вот эта периодичность, она, здесь все действительно сугубо индивидуально, мой контрагент может и, извините, через два месяца превратиться, не пойми, в кого, это так вот утрирано немножко, но исходя из опыта из практики, большинство компаний стараются все-таки хотя бы раз в полгода проверять, потому что это метамортом, за превращение контрагентов непонятно в кого, потому, ну, происходит в течение года слишком большой срок, слишком, ну, конечно, все зависит от того, что нет возможности ресурсов, в основном раз в год, так раз в год, соответствующее положение у проверки контрагентов по договорной работе, это у вас прописано, ну, вот, периодичность нормальная, но мой совет, наверное, такой дружки почаще, если будет возможность, хотя бы раз в полгода проверять надо. Специалист самозанятый участвует у нас, Елена пишет, в большом проекте и приходит в офис, работает с командой, команда приходит в офис, конечно, он приходит и уходит согласно графику работы компании, ну, понятно, там 9 зашли, 6 все вышли, да, письме с руководителем группы это оговаривается, это создает для нас риски. Вы знаете, вот то, что когда задается вопрос, создает это риски, у инспектора может свое быть видение и претензии могут быть, другой вопрос, сможем ли с вами их отбить. Сам факт, то есть, смотрите, у нас действительно самозанятый, это самозанятый, работает не только с нами, а с кем-то еще, это тоже имеет такой хороший, положительный момент в пользу того, что это не схема, приходит со своей командой и соответствующий у нас договор в условии прописанное, в договоре в условии прописанное, то есть, оговаривается с руководителем, да, в этом самозанятый о том, что вы будете на нашей территории работы какие-то проводить, в условии нам оказывать, мы работаем с 9 до 6, поэтому вы только с 9 до 6 можете находиться, потому что мы с вами чужих людей, мы, скажем, свое имущество и прочее, но такие вот без присмотра оставить уже не можем, то есть, как бы, такие вот, ну, вполне нормальная ситуация. На мой взгляд, да, то есть, сами по себе тут вот это, если у нас грамотно оформлены предварные отношения, если действительно в реальности это, как мы занятым, с кем-то еще желательно работает, если действительно при допросе работников из команды, там, самозанятого, самозанятого, он тоже будет говорить, там, что я самозанятый, работаю, но мы просто в таких условиях, мне действительно нужно было находиться у нас в соответствующий проект, мне необходимо находиться на территории вот этой компании налогоплательщика, потому что и дальше действительно обосновывать, там нужно какой-то средств информации, документами работать и прочие-прочие-прочие моменты. Здесь, конечно, нужно еще и договорщика смотреть, а так, в принципе, ну, вот то, что вы описали, сами по себе эти факты, они не светятся, если это налоговая схема. Претензии, да, может быть, фантазии у налогоплательщиков, сейчас особенно, в 22-м году, поверьте, очень-очень-очень развито, очень, к сожалению, поэтому претензии, может быть, и будут, но так вот в глаза не бросают, потому что те моменты, которые я озвучила, они, в принципе, объективны и, если соответствует действительности, то нормально. Временно обращаться в полицию. Это день в день или в течение какого периода. Невозможно ежедневно пересчитывать все товары в зале ежедневно, когда тысячи. Это совершенно... Дмитрий, я с вами согласна. То есть факт выявления каждый день, наверное, это, наверное, в идеале, как считает Министин и налоговая служба. Мы с вами все-таки работаем, как говорится, на земле и понимаем, что это действительно нереально. Поэтому чаще всего это выявляется как? Мы проводим та же самая инвентаризация. Выявляется факт о том, что у нас украли там 50 банок из гущенки или еще там что-то там, масло, сыр и прочие моменты. И то тогда вот, да, мы выявили этот факт. Может быть, мы там выявили, я не знаю, там, раз в неделю у нас, мы как-то теперь проверяем, раз в месяц. У нас локальные документы все установлены. Вот, и мы обращаемся, соответственно, в правоохранительные органы. Вот такие вот строки, они, то есть, это вязка, как у нас в реальности все происходит. Это все, каждый день мы вымещать, если каждый день. Но на самом деле это нереально. Поэтому выявили с момента выявления факт, то есть когда мы выявляем какие-то моменты есть, когда ее установлено, как мы с вами выявляем инвентаризацию, пересчитываем в конце дня, но когда, наверное, лучше, что-то в конце дня. Ну, могли мы не выявить, пропустить что-то, ошибиться. Может быть, через две недели, через три недели, как только установили. Ну, дальше вот этот факт, локальные документы оформляем, ну, а дальше идем уже, соответственно, к правоохранительным органам. Ну, здесь, конечно, еще учитывается о видеозаписи, да, у нас уже в залах торговых все это есть, в конце момента, но это больше связано к правоохранительным органам. Ну, честно говоря, на практике чаще всего это бумажка, это просто бумажка именно для прикрытия налоговых рисков, не более того, потому что, действительно, как справедливо Виктория отметила, здесь никто расследовался в эти моменты. Принять заявление примут, ну, просто, допустим, осталось возбуждение. Но бумажка такая все-таки должна быть, пока это позиция налоговых органов, их умеет, к сожалению, и с удовольствием. Все, дорогие мои, я смотрю, что вопросы закончились. Очень радостно, когда столько вопросов, действительно, есть обратная связь. Поэтому от всей души благодарим вас за участие. Надеюсь, что мы вам были полезны. Времени было не так много, но, тем не менее, мы постарались изложить основные риски, основные изменения, то, что необходимо учитывать на практике. Василия, вам слово. Да, Наталья, спасибо огромное. У нас море благодарностей в чате. Друзья, вопросы, если будут появляться впоследствии, контакты наших спикеров у вас будут, можно будет обращаться напрямую и обсудить уже ваши конкретные проблемы. Кстати, вот по части еще хотела отметить, помните, Наталья, вы показывали критерии бальной оценки компании, которые привлекают внимание налоговых органов. И вот у нас в чате я видела тоже комментарии относительно того, что какая красота, что набрали максимум баллов. Да, друзья, к сожалению, вот так получается, что те, кто работают, те будут всегда под пристальным вниманием налоговых органов, но вот даже по итогам сегодняшнего мероприятия совершенно явно вырисовывается, скажем так, подход, который может минимизировать риски. Чтобы быть уверенными в том случае, когда к вам приходит налоговый орган, достаточно провести аудит, застраховаться и понимать, что никакие негативные последствия вам уж точно не страшны. Все материалы, друзья, еще раз у вас будут, вам доступны прямо сегодня по части мероприятий, которые будут проводить наши коллеги. Тоже видел вопросы, можно будет перейти по презентациям. Также в чате сейчас выложим ссылки. Обязательно участвуйте, прокачивайтесь, скажем так, вместе будем смело смотреть в будущее. Спасибо большое. Это точно, вместе мы сильнее. Спасибо большое, Василия, спасибо всем участникам, всем самого крепкого здоровья, отличного настроения, прекрасной летней погоды. До новых встреч. Да, остаемся на связи. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. , спасибо. Продолжение следует...